Друзья, у нас 15-минутная готовность, скоро будем возле ЗАГСа. Предупредите, пожалуйста, всех гостей и тамаду, и парковочные места вы держите? Удержим, Варвара Андреевна. Молодцы, тогда работаем в темпе, потому что у нас была задержка из-за фотосессии. Принято. У меня будет хоть одна идеально организованная свадьба. Может, ваша собственная? Вы сами-то не подумываете замуж? Нет, спасибо. Мне бы вот этих двоих поженить. Ну, вы прямо сапожник без сапог. Другим личное счастье устраиваете, а на свое время не хватает. У всех свое понятие счастья. Для меня оно точно не в замужестве. Да и детей я пока тоже не хочу. Какие ваши годы? У вас мальчик будет? Да, как вы догадались. А у вас живот огурцом торчит. Ничего себе. А я даже не знала, что по форме живота можно определить. А у вас какой срок? А я пока не беременна. У меня проблемы по женской части. Уже год хожу к Николаю Ивановичу. Лечусь, пью препараты. Ну, пока не помогает. Ну, ничего, это пока. У нас с мужем тоже не получалось. Все говорили, несовместимый. Станин Николай Иванович сразу определил, что гормональный фон. Полтора года выравнивали. Так что вот теперь. Да и у вас все получится. Хорошо. Сейчас узнаю результаты последних анализов. Буду держать за вас кулачки. Спасибо. Доктору Веселову на 11. Проходите, пожалуйста. А что случилось? Пробка. Что ж такое-то, а? Откуда пробка? Воскресенье же. Мы не можем здесь застрять. Нас не зарегистрируют. Да, с хвозданием у них плохо. Да. Что ж нам делать? Садитесь в машину, я сейчас что-нибудь придумаю. Ну, что там? Так, восемь растущих фолликулов. Соотношение активной и соединительной ткани один к одному. А можно нормальным языком? Там опять все плохо? Одевайтесь, пожалуйста. Почему же все плохо? Все хорошо. И по анализам, и по УЗИ. Поздравляю вас, Анна. Терапия дала хороший результат. Я что, могу забеременеть? Никаких препятствий я не вижу. Организм полностью готов. Судя по анализам, у вас сейчас как раз эвуляция. Да, так и есть. Ну, так мой вам совет. Не тратите зря время. Спасибо, доктор. Классно, что Варвара Андреевна будет. Так, ребята, управлять умеешь? Да, у нас есть такие. Так, ну все, тогда только... Только у меня туфли. Какой размер? Тридцать седьмой. Давай менять. Давай помогу. Спасибо. Так, ну что, дорогу в ЗАГС помним? Конечно. Все, тогда вперед и счастливое будущее. Спасибо. Поехали. Варвара Андреевна. Спасибо. Дайте дорогу. Так, друзья, давайте догонять молодых. Кто не умеет, сейчас того научим. Давайте-ка я попробую. Люблю двухколесный транспорт. Ну-ка. Все, можно ехать? Да, да. Ну-ка, давайте смелее. Поехали, поехали. Владик! Ты дома? Владик! Привет. Привет. Чем ты занят? Опять работаешь? Бедненький. Нет, больше не работаю. Фирму сегодня закрыли. Как же так? Ну так, кризис, конкуренция. Ну ничего, я уже еще новое место. Надеюсь, что быстро возьмут. Конечно возьмут. Ты же у меня самый лучший. И у меня есть новость, которая поднимет тебе настроение. Ты куда-то устроилась? Это было бы очень кстати. Лучше. Я абсолютно здорова. Влад, у нас с тобой будет ребенок. Мы прямо сейчас можем приступить к его зачатию. Подожди, подожди. Может быть, сейчас не самое подходящее время? Очень даже подходящее. У меня овуляция. Я сегодня сидела на стуле после беременной. А еще у меня гороскоп. Я не верю ни в приметы, ни в гороскопы. Я сейчас занят поиском работы. Ну, послушай, ну я же не робот, чтобы вот так вот по щелчку переключаться. Может, позже? Может быть, ты просто не хочешь ребенка? Да нет, я хочу ребенка, но по любви, а не по расписанию. Ты что, не любишь его? Люблю. Ну, вот это другое дело. А работа твоя подождет. Давай. Давай, давай, давай. Давай. Нам бы вашу Варварову, ну, Варвару Нуреевну. Ох. Ну, вообще-то у нас в Ульяновске есть филиал. Так я в курсе, но они ведь не занимаются частными мероприятиями. Там корпораты, презентации. И я для своей дочери хотел бы самую лучшую свадьбу за любые деньги. Хорошая мысль. А вы знаете, что Варвара из Ульяновска? Она и город хорошо знает. Нет, что, серьезно? Варь, зайди ко мне. Хм, так. Добрый день. Здравствуйте. Мне, Варя, помнится, ты хотела поехать на малую родину, сестру повидать. Ну, что ж, вперед и с песней. Вы шутите? Я что, похож на шутника? У нас хороший заказ. Ну, в Ульяновске пока не занимаются частными мероприятиями? Ключевое слово пока. Собирай команду, обучай и поехали. Все будет хорошо, Варвара гарантирует. Мам, купи мне такие джинсы. Да что, они похожи на рваную тряпку, такими только полы мыть. Мам, ну вот тетя Варя бы точно заценила. С водкой и отправь ей. Хорошо. Ну, чего тут спорить, тете Варе по-любому понравится. Она крутая. Да. Да, тете Варя, она пока до нас доберется, эти джинсы будут Мишке уже как шорты. Это будет вообще не круто. Кстати, вот она и звонит. Давайте, поздоровайтесь. Привет, тетя Варя! Привет, тетя Варя! Привет, семейство. Привет. Ты легка напоминай. Нам нужно твое авторитетное мнение по поводу рваных тряпок. Сейчас фотку пришлю. Слушай, а может я, может я лучше завтра посмотрю? Что, ты к нам собралась? Как же твоя работа? Ну, Зак, это и есть по работе. И потом одно другому не мешает. Уже выезжаешь? Да. Завтра приеду. Давай, ждите. Хорошо, ждем. Ура! Ответ пришел. Отказ. Штат уже набран. Не переживай, все будет отлично. Зато я чувствую, что все получилось. Думаю, у нас родится сын, и мы будем так счастливы. Я буду писать ему стихи, и мы их издадим. Будто же и первая строчка родилась. Вот любимые игрушки, книжки, зайцы, погремушки. Я думаю, это не очень хорошая идея. Почему? Ну, потому что мы все твои книги издавали за свой счет. Это большие деньги. Я не готов сейчас платить за твое хобби. Хобби? Хобби? Так вот, как ты относишься к моему творчеству? Я не в том смысле. А раньше? Ну, не обижайся. Я хочу, чтобы ты нашла нормальную работу. И тоже помогла семье. Ты же хочешь ребенка. Я что, одна его хочу? Дети, вы дома? Мама. Я вам тут борща принесла горяченького. Я ей скажу, чтобы она погуляла. Я сам погуляю. Через триста метров поверните направо. Через двести метров конец маршрута. Тетя Варя. Тетя Варя. Мишка, Степка, как вы выросли. Так, подарки, подарки. Привет, сестра. Это тебе. Ой, привет. Красотка. Так, это Лиза. А где Лиза? Ой, а Лиза с подружками в кино пошла. Ага, понятно. Это бери, тебе. Так, а что нужно сказать тете Варе? Спасибо. Да. Так, я так понимаю, с подарками прогадала, да? Завтра купим новое. Я хочу видяху. Хорошо. А я хочу приставку. Все. Ну, как вам не стыдно? Тетя Варя и так нам все время помогает. Ничего страшного. Не обеднею. Вот я тебя умоляю. Пойдем. Выходи. Ой, ты прости. Калитка здесь так скрипит. Починить некому. Мужика в доме, нет? Вот Мишку жду, когда он подрастет. А папашка что? Папашка, у него с головой совсем плохо. Он уже три года как не появляется. Не звонит, не интересуется. Ты только при детях эту тему не поднимай, ладно? Хорошо. Заходи. Слушай, смотри, сколько желающих работать в нашем филиале. Варя, Варь. Ау. А мы с тобой почти полгода не виделись. Дашка, прости. Слушай, все очень вкусно. Угу. Смотри, какие люди. Это же Влад Семенов твой. Похорошел так. Раньше был вообще по-нове такой. Красавчик, да? Да. У тебя всегда говорила, у меня хороший вкус. Интересно, чем он тут до меня занимался. Слушай, проекты такие хорошие. Надо его на собеседование позвать. Иногда мужчина женится, у них появляются семьи, дети. В банке эти семейное положение не указано. Даш, дай, пожалуйста, утюг. Утюг-то тебе зачем? Платье в чемодане помялось. О, платье. Ну да, это серьезно. Так, молодой человек, значит, мебель несем на второй этаж? Ну, понятно. А, понятно. Варя, привет. Привет. А я на собеседовании. А ты? А я филиал открываю новый. Расширяем филиал. Да. Только вчера приехала, представляешь, сегодня уже первый клиент. Семи утра собеседование провожу. Кажется, набрала неплохую команду. Уже? Угу. Так, так ты и есть потенциальный начальник. Ну да. Неожиданно. Здесь в сквере неплохой кофе делают. Пойдем, хоть про себя расскажешь. Пойдем. Твой кофе. Твой кофе. Что? Ничего. Платье у тебя красивое. Угу. Раньше ты только в джинсы ходила. Скажи, а вот это место ты специально выбрала? Что, оно какое-то особенное? Немного. Не помнишь? Угу. Ну, мы первый раз здесь с тобой поцеловались. Это ты ничего не помнишь. Мы с тобой вон там поцеловались. Там еще ларек тогда стоял. Синий такой. С мороженым. Было? Снесли. Три года назад. Ну, рассказывай. Остальные документы донесешь потом. Угу. Хорошо. Итак, друзья, я надеюсь, вы все готовы к бою. Потому что именно сейчас нам предстоит встреча с нашим первым клиентом. Ну, честно говоря, я уже остановилась. А что ты хочешь? Здравствуйте. Мой заказчик. Здравствуйте. Очень приятно. Здравствуйте. Моя команда. Здравствуйте. 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 Будем заниматься организацией вашей свадьбы. Угу. Очень хорошо. Только это не моя свадьба, это их свадьба. Это моя дочь Алеша. Так. И жених Леша. Собственно, у нас простые требования. Хотелось бы, чтобы свадьба была яркой, чтобы она была эффектной. Угу. Так, чтобы непременно прессе захотелось об этом написать. Угу. И я бы свою компанию слегка попиарил. Пап, а вообще-то это моя свадьба. Я не Алеша, я Алена. Твоя, твоя. Угу. Твоя. Абсолютно твоя. Вот еще что. Я пригласил на свадьбу достаточно известных людей и представителей городской администрации, в том числе. Так. Вот какой вопрос в связи с этим. Нельзя ли, чтобы тематические мероприятия было подведено как-то к истории города, что-нибудь? Простите, не надо выйти. Может, это интересно было бы? Надо, наверное, подождать. Да нет, времени мало. Времени мало. Не будем ждать. Я поняла вас. В таком случае, я предлагаю устроить мозговой штурм. Сейчас моя команда будет предлагать вам идеи. И выберем ту, которая вам наиболее понравится. И потом возьмем ее за концепцию вашей свадьбы. Да? Ну, да. Отлично. Я на пять минут вас покину. Надо занести документы в бухгалтерию. Хорошо? Друзья, включаем креатив, пожалуйста. Варвара Андреевна, ко мне. Светлана, вот паспорта новых сотрудников вы оформите до конца рабочего дня. Хорошо? Да, конечно. Спасибо. Можно выставить шатры на Венце с красивым видом на Волгу. Ага, соберутся все гуляющие. Лучше устроить на Венце фотосессию. А потом прогулку, а потом ресторан с красивым видом. А я бы предложил загородный конный клуб. Жених на белом коне. Интересный. Вы, кажется, говорили, что хотели связать тематику с историей Гордона. Тогда можно действительно провести свадьбу на берегу реки. В старорусском стиле. Хлеб, соль, витязи, девицы-красавицы, город Симбирск. 1670 год. Помните? О, как же. Кто же его не помнит? Степан Разин. Войско его осаждало город. Мы можем реконструировать эту осаду. А гости могут либо принять участие, либо стать зрителями на их выбор. Кстати, вы немного похожи на стенку. Я? Алена. Ну, что? А что случилось? Ну, почему все должно быть так, как он решил? Я просто не понимаю. Но ведь это же моя свадьба, правильно? Вы успокойтесь. Он меня просто даже слушать не хочет. Ален, скажите, а у вас есть конкретно свои предложения? Ну, вот не так, чтобы сделать мне что-нибудь за папины деньги, а вот свои. Ну, конечно, есть. То есть, мне вы, значит, предлагаете воплотить вопрос Степана Разина? Здравствуйте. 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 Ну, как вы тут? Прекрасно. Барбара, мы все придумали. Будем осаждать здание и биться на мечах. И все в старорусском стиле. Ну, при всем моем уважении, но это довольно брутальная идея для такого романтичного праздника, как свадьба. А, я так понимаю, что Алешка вас уже обработала, да, своими принципами и принцессами, всем таким. Я-то просил. Вы помните? У меня есть идея. Я внимательно выслушала пожелания вашей дочери и предлагаю устроить свадьбу в стиле сказок Пушкина. Тем более, что Пушкин гостил в Симбирске в восемьсот тридцать третьем году. Вот невеста наша будет царевна Лебедь, жених, князь Гюйдон. А площадка... Почему ты? Остров Буян. Пап, ну мне очень нравится. Ну, пожалуйста, я тебя прошу. Давай сделаем, как они предложили. Я тебя очень прошу. Варь, ты день. Спасибо. В таком случае Влад главный, потому что у него больше всего контактов по этому городу. А вы будете помогать. Хорошо? А Владик где? Задерживается на новой работе. Что, взяли его? Конечно, взяли. Ну, дай бог, дай бог. Сегодня будем праздновать в интимной обстановке. Я и белье купила крыжевное. Ты бы ему лучше поесть купила. Мама, ну вот вечно ты. Ой, цветы надо поставить в вас. Да это не цветы, это романтика. У меня сегодня самые высокие шансы, чтобы забеременеть. Ты, кстати, домой собираешься? Муж, канделябры вам держать точно не буду. Я там котлет пожарила. А макароны сама сваришь. Вечно, мать не слушает. Одна романтика у меня на уме. Все, не буду мешать. Пока-пока. До завтра. До свидания. Ну, я же сказал, скоро буду дома. Все, пока. По домам? Слушай, а может глянем, какие у меня там есть контакты? Ну, и что нам еще нужно? Узнаю брата-трудоголика. Ну, нет, давай домой. Влад, а ты почему раньше не говорил, что у тебя семья, дети? Да, детей нет. Твоей семьи почти тоже нет. Понятно. Ну, почему ты живешь вместе? Ну, ты уехала. Я остался один. Пытался тебя забыть. Ушел с головой в работу. Встретил Аню. Она стихи писала. Сам не заметил, как Аня и ее мама затащили меня в ЗАГС. Вот. Ну, думал, терпится, слюдится. А у тебя как? С личной жизнью. Праздники, свадьбы, фестивали семь дней в неделю. Да нет, не то чтобы. Мне очень нравится моя работа. И я надеюсь, тебе тоже. И личная жизнь не помешает тебе выполнять непосредственную обязанность. Поздравляю, Владик. Ничего себе. Ты так все украсила. Нравится? Как в кино. Ты еще спальню не видел. Там так уютно. Хочешь посмотреть? Давай. Подожди. Ты никогда не проявляла столько фантазии, страсти. Я еще ужин приготовила. Котлеты с макаронами. Сама? Угу. Я же твоя жена. А жена должна заботиться о своем мужем. Мы будем очень счастливы с тобой. Мы и наш с тобой малыш. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Ага. Только ты меня по местным достопримечательностям проконсультируешь? А, ты у нас теперь москвичка, да? Да при чем здесь это? Просто многое в городе изменилось и… А, ну ты точно. Ну да. Ну, обиженная вон какая красивая стала. Ты мне главное скажи, Влад приходил? Да, приходил. И что, что он, как? Глубоко женат? Жаль. Я уже размечтала, что вы встретитесь, любовь, морковь. Поженитесь, ребенка родите. И ни в какую Москву ты не поедешь. Даша, ну не мое все это. Влад вон задыхается от своей жены. Тебя муж бросил с тремя детьми, и ты еле справляешься. Ну, знаешь, у меня в садике шестьдесят детей, и еще пятнадцать подчиненных все на мне. Я как-то прекрасно справляюсь. Что случилось? Мам, я случайно. Лиза, уберись, пожалуйста. Выбросить или дорога, как память? Выбросить, конечно. Вот видишь, я с цветком справиться не могу, а ты говоришь, дети. Знаешь что? Чего выбрасывать-то? Хороший цветок. Ну, его оживим и пересадим. Доброе утро, Владик. Я тут кашку приготовила, овсяную. Садись кушать, пока горячее. Очень полезно. Доброе. Что это значит? Мама пришла, чтобы приготовить нам полезный завтрак. Видимо, вчера ужин тоже мама нам приготовила, а ты мне сказала, что сама. Владик, ну, какая разница в том, что готовят? Главное же вкусненькое. Да нет, просто у нас с вами тоже была договоренность, вы предупреждаете о своих визитах. Жаль, что вы эту договоренность не соблюдаете. Ты хочешь сказать, что я здесь лишняя? Видимо, лишний здесь я. Простите. А мне пора идти? Варя. Привет. Привет. А ты что здесь делаешь? А, да я к юристу пришел по семейному праву. Ты прости за блюстакность, а что, все так серьезно? Хотел проконсультироваться по поводу раздела имущества. Ну, квартиру я Ане с мамой оставляю, ну, чтобы ничего не делить. Их не веди больше. Понятно. Что, плохо, так все? Да нет. Наоборот, все хорошо. Свобода. Ты-то меня понимаешь? Ну, да. А ты чего здесь? А я документы на аренду нового офиса делала. Друзья, я поздравляю всех с официальным открытием нашего офиса. Привет. Надеюсь, у вас все получится. С таким руководителем, как вы, конечно. Спасибо, только на меня можете особо не рассчитывать, потому что я помогу вам с тренингами, с первым вашим клиентом, а потом здесь останется мой заместитель. Да, я прозвонил площадке. Есть отличные два парк-отеля на набережной. Вот. Можем ехать? А я знаю команду реконструкторов из Казани. У них большой опыт и свой реквизит. Надо только условия обсудить. А с костюмами я могу вопрос решить. Как раз в Самарском театре закончилась постановка царя Салтана, и костюм можно будет взять в аренду. Только уточните размеры. Супер. Я предлагаю объединить классические свадебные традиции с мотивами сказки Пушкина. Ну, например, квест по карте Острова Буяна. Можно? Отличная идея. Похищение царевны-лебеди злобным коршуном. Выкупи ее за скорлупки золотые. Отличная идея. Спасибо. Варвара Андреевна, там Тарас приехал. Хорошо. Зови его сюда. Влад, распечатай, пожалуйста, варианты ресторанов. Мы сейчас после встречи поедем сразу их смотреть. Конечно. Я бы все-таки остановилась на этой площадке. Очень похоже на деревянный Кремль. И, по-моему, очень антуражно. Хорошо, Варвара Андреевна, убедили вы меня. Да. Тетя Варя, тетя Варя, привет! Степка. Здравствуйте. А вы чего так рано? Это моя сестра Даша. Здравствуйте. Это наш заказчик Тарас. Племянники. А вы чего так рано? Мы же на три договаривались. Мы просто заранее выехали, а там пустые дороги. Вы простите, пожалуйста, я просто обещала экскурсию устроить, показать офис, где я работаю. Да ничего, все нормально. Тем более, что мы с вами ведь закончили уже. Да. Миша! Миша, перестань глазеть. Пойдем. Ну что, нравится? Да. А это ваш чопер. Мой. А прокатиться можно? И я хочу. Прокатиться можно. Я не разрешаю. Мишка, это опасно. Слезай. Подождите. Это же мужчина будущий, не барышня. Вы знаете, я многодетная мать и педагог с пятнадцатилетним стажем. Я лучше знаю, как воспитывать детей. Ага. Извини, старик. Не повезло тебе. Миша, пойдем. Все, ребят, идите в офис. Скажите секретарю, что Варвара Андреевна разрешила взять сладенькое. Идите. Идите. Простите, пожалуйста, действительно, должны были позже приехать. С характером у вас сестрица. Угу. Да. Спасибо большое за идею. Алешка очень довольна. Ей нравится. Спасибо. Мы стараемся. Вау! Какое страшилище. Зато идеально подходит под нашу сказочную концепцию, да? Угу. Ты молодец, чтоб все так выбрал. Спасибо. Рад стараться. Угу. Быстро так все под отель застроили. Угу. Помнишь, мы здесь когда-то с тобой были? Да, помню. Разводили костер, жарили хлеб. Той всегда подгорал. Ты не хотел его есть, и я отдавал тебе свой. А потом мы с тобой смотрели на звезды. Скажи только честно, ты ни разу не жалел, что тогда уехала? Жалела. Просто как-то быстро все получилось. А потом назад уже дороги не было. Лайка, мне тебя не хватало. Поехали в офис. Лайка. Это самый нежный букет невесты, который может быть. Держи. У вашего жениха отличный вкус. Слышала? Угу. Я не сомневалась. Ой. Да. Да, Тарас. Да все у нас в порядке, не переживайте. У меня все под контролем. Свадьба только через две недели. Так что все успеем. Владик, а достань мне, пожалуйста, с антресолей коробку с журналами. Ань, ну какие журналы? Ну я опаздываю. У меня ответственный день. Свадьба завтра. Ты даже к нашей свадьбе так не готовился. Да. Пускай высылают варианты, там решим. Ты зарядку от ноты не видела? Не видела. Так ты достанешь? Тебе срочно? Да. Мама хотела пинетки начать, а там журналы по вязанию. Какие пинетки? Ты о чем вообще? Для кого? Для будущего ребенка. Он что, до завтра не может подождать без пинеток? Варь, слушай, там я прислал тебе размещение гостей до двенадцати. Посмотри тоже, ага. Хорошо, я сама достану. Принеси, пожалуйста, стул. Варь, ну нельзя быть такой несамостоятельной. Ну сходи сама за стулом. Раньше тебе это нравилось. Доктор, у меня в последнее время слабость какая-то и голова кружится. Что-то видно, да? Ну вижу вот желтое тело, небольшие изменения в матке. Но больше пока ничего не скажу. Это беременность? Знаете, абсолютной уверенности у меня нет. Срок очень маленький. Но очень похоже. Надо сдать кровь на ХГЧ. Мама, врач говорит, что очень похоже. Я сейчас же Владу позвоню. Да подожди ты. Пока окончательно не ясно, а потом, когда узнаешь, позвонишь. Да мне и так все ясно. Я же чувствую. О, а это нам, кстати, из кондитерской компании прислали. Сам заказ уже в отеле. Белый марципан, а черное с малиновым суфле. Как ты любишь. Ты помнишь. Я все помню. Вкусно очень. Все-таки хорошо у нас получилось. Мне тоже очень нравится с тобой работать. Вот, смотри. Да, это особенно. Твоя идея. Может, отведешь? Мне не о чем с ней говорить. Вдруг срочное что-то? Да нет. Я уже все решил. Сегодня и скажу. Ладно. А скажи, пожалуйста. Тебе что, так не терпится быть свободным? Нет, не свободным. Я хочу быть с тобой. Всегда хотел. Субтитры сделал DimaTorzok СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Аня! Влад! Привет! У меня новости! У меня тоже новость! Чур я первая, чур я первая! Пожалуйста, можно я первая? Ну, давай! Угу! Я беременна! Ты что, не рад? Ты? Ты уверена? Да! Я сегодня была у врача, и он подтвердил! Я беременна, Влад! Просто это неожиданно! Я поздравляю тебя! А ты? Что ты хотел мне сказать? Да ничего! Все! Все хорошо! Не имеет значения! Ребенок — это главное! Музыканты настраиваются! Столы полностью накрыты для встречи гостей! Дальше официанты знают, когда и что подавать! Гости подъезжают, выстраиваем живой коридор и готовим хлеб-соль! Угу! Привет! Нам нужно поговорить! Что случилось? Варвара Андреевна, у нас ЧП. У нас шмель пропал, это наш музыкант. В общем, его там задержали или что-то. Ну, он брат мой двоюродный. Ехал сюда и на кольце его остановили. А он без документов. Документы вчера у меня дома забыл. Ну, как же так? Сейчас полиция разбирается. Так, давайте я решу вопрос. Поеду за ним. Подожди, подожди. До начала успею. Нет, полтора часа до начала. Как ты успеешь? Успеем, успеем. Все, не волнуйся. Успеет? Ну? Ма, дай мне листок и ручку. Ну, встань и возьми. Совсем что ли немощная? Я вообще-то беременная. Ну, это еще пока неизвестно. Мам! Ну, что тебе еще подать? Заявление о разводе. Почему? За что? Доигралась. Аня! Анечка! Аня! Господи! Аня! Все равно не узнаю. Мужики, я шмель, е-мое. Вот видос. Вот я на собственном концерте. Но какие еще нужны доказательства? Документы предъявите. Документы я забыл. Спешил, потому что ехал на свадьбу к племяшке. Ну, мог бы успеть, если бы не лез на рожон. Ну, ребят, ну, войдите в положение, а? Здравствуйте! Добрый день! Вот документы. Штару заплачу. Выписывайте квитанцию, только очень быстро. А вы кто? Меня зовут Влад. Мне очень нужен гражданин Шмелев. Без него свадьба не начинаю. Шмелев. Ой, еду! Ой, это красава! Ребята, молодцы! Ну, что, пора начинать? Давайте еще пять минут. Да вы не переживайте так. В этом нет вашей мины. Это он любитель приключений. Мне, конечно, надо было все предвидеть. Но вы не волнуйтесь. Не знаю. Будьте. Ну, слава Богу. Спасибо. Какой ты молодец. Я же говорил, что ж ты. Раз, два, три! Ну, что там? С ребенком все в порядке? Сейчас посмотрим. Ну, по сравнению с предыдущим осмотром никаких изменений нет. Значит, все хорошо. Сейчас посмотрим ваши анализы. Так. Вот ХГЧ. Шесть, пятнадцать. Что это значит? Это значит, Анна Владимировна, что вы не беременна. Как? Вы же говорили. Нет. Это какая-то ошибка. У меня были все признаки. Послушайте, ну, не драматизируйте вы. У вас отличная динамика. Через один-два цикла все должно получиться. И чего уж это получится. Спасибо вам за все. Я и представить не мог, что будет так здорово. Гости вообще в восторге. Так что новых клиентов и здесь, в Ульяновске, да и в Москве у вас гарантирую. Спасибо. Мы очень рады, что вам понравилось. Спасибо вам еще раз. Счастливо. Счастливо. Спасибо. Пойду к гостям. Спасибо. Спасибо. Я идиот. Они ждут ребенка. Нашего. Мы его. Поздравляю. Поздравляю. Да не с чем поздравлять. Когда ты вернулась в мою жизнь, я понял, что я все это время любил только тебя. И до сих пор люблю. И я бы все отдал, чтобы быть рядом с тобой. Теперь я, Себенок, и я должен быть женой. Не могу же я ей бросить. Прости, я… Я не знал, что так все получится. Варя, не уходи. Тебе жена то же самое скажет. Варя! Ну и как я ему теперь скажу? Да никак. Если, конечно, не хочешь, чтобы он сам от тебя ушел. Да он и так. Ты бумаги видела? Возьми себя в руки. Ты ничего не видела. Он ничего не знает. Ты беременная. Никуда он не денется. Все равно это скоро все выяснится. Так, успокойся. Твоя задача – побыстрее забеременеть. Мы со сроками потом разберемся. Поняла. Ну как дела? Извини, я не мог ответить. Там телефон попросили выключить. А нет, плохо было. Скорую вызывали. Что? Что-что-что случилось? Уже все в порядке. Прости меня. Обещаю, это больше никогда не повторится. Я всегда буду с тобой, малышом. Не бросай нас, пожалуйста. Мы без тебя не справимся. Ну что ты такое говоришь? Обещаю. Я всегда буду рядом. Варя. А? Нам нужно поговорить? Не о чем нам с тобой разговаривать. Работать возвращайся. Или выговор хочешь. Варвара Андреевна, это победа. Вчера в новостях было три сюжета про нашу свадьбу. И сегодня написали все газеты. В общем, у нас очень много новых заявок. Нужно, чтобы вы посмотрели и приняли решение. Леночка, хорошо. Я помогу вам? Но только вы не забывайте, что через неделю я в Москву уезжаю. Соответственно, вот ваш новый руководитель. Вы привыкаете перед ним отчитываться? Хорошо. Варя. Ты уверен, что я справлюсь? Справишься. Если научишься различать личные и рабочие вопросы. Да, Леонид Аркадьевич. Скоро возвращаюсь. Филиал отлично справится. Влад, он очень грамотный руководитель. Я ручаюсь. Всего хорошего. Спасибо. Так, ну что у нас тут? Это что такое? Я давно на этой краске работаю, но такого еще не было. Послушайте, может быть у вас какая-нибудь краска просроченная? Да нет, на прошлой неделе получили. Но про сроки такое бывает иногда. Извините, а вы не беременны? Что? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Варя, можно с тобой поговорить? Что случилось? Ты знаешь, я оказалась очень плохой матерью. Я вообще не знаю свою дочь. Я думала, что я ее знаю. Я понимаю, конечно, что девочки в ее возрасте уже вовсю. Но чтобы Лиза, я просто не ожидала. Что такое? Я нашла вот это в ванной. Это мое. Извини, я забыла выбросить. Твой? Подожди. А Влад? Он знает? При чем здесь Влад? Ну, вернее, формально он, конечно же, при чем, но это его не касается. Почему? Потому что у него беременная жена. Я скоро уеду в Москву, и это все закончится. Ну, если бы Влад знал, то, может, как-то… Я сделаю аборт. Ребенка не будет. Ну, вот с этим уже можно что-то делать, конечно. Ну, слушай… Привет. Что за новый проект? Тарас решил заказать у нас рекламную компанию «Детская одежда». Так. Вот, возьмите, посмотрите. О, Варвара Андреевна, а мы… Здравствуйте. Ждали. Я с новым заказом. Хотелось бы вывести продукцию на региональный уровень. Возьмете? Конечно. Вы знаете, у нашего агентства огромный опыт в организации промо-акций. Я проверю, чтобы вашим проектом занялись мои лучшие сотрудники. А возглавит их Влад. Подождите. Я рассчитывал на вас лично, Варвара Андреевна? Нет, я никак не смогу. Я в Москву возвращаюсь. Но не сомневайтесь, Влад справится со всем. Так. Вы точно уезжаете? Я ведь и бюджет уже выделил под это. Ну, боюсь, что мне тогда придется… Извините. Постойте. Давайте не будем торопиться с решением. А вы позволите нам выйти на пару минут? Конечно. Спасибо. На разработку концепции выведен несколько дней. Влад, в Москве меня тоже ждут. И тоже торопят. Извини. Да. Как ты себя чувствуешь? Хорошо, я все куплю. Угу. До вечера. По-моему, мы договаривались. На работе только рабочие вопросы. Да. Мне жаль, что так вышло. Что вообще так случилось? Я понимаю, что тебе тяжело со мной работать. Но я не мог поступить иначе. Я не мог бросить беременную жену. Я остановить тебя тоже не могу. Прости. Постой. Если я уеду, то мы потеряем очень выгодного клиента. Я сейчас буду звонить в Москву и буду просить их, чтобы они оставили меня подольше. Я не знаю, буду как-то совмещать. Пойдем. Ну, что будем? Работать? Тарас, простите. Вы все-таки наш любимый клиент, поэтому разработкой концепции вашего проекта буду заниматься лично я. Итак, братцы, кролики. Логотип довольно предсказуемый. Может быть, разработать что-то более современное? Этот логотип придуман моей женой. Вообще, это был ее бизнес. Она, когда находилась в декрете, шила одежду для наших детей. Мы могли бы уговорить вашу жену? Она погибла десять лет назад в автокатастрофе. Это название мне дорого, как память. Тарас, вы простите нас. Мы все сделаем так, как надо. Ну, хорошо. Тогда я материалы оставлю здесь и до завтра. Всего хорошего. Счастливо, счастливо. До свидания. Друзья, мне надо отлучиться по личным вопросам, поэтому встретимся завтра в это же время. Все в порядке? Да. До свидания. Никаких признаков беременности, Анна Владимировна. Ну, мы с мужем пытаемся каждый день, иногда по нескольку раз. А вот это лишнее. Не надо форсировать процесс. Концентрация сперматозоидов должна восстановиться, да и потом это положительно скажется на семейной жизни. А сколько нужно выждать? Два-три дня минимум. Я же не видел анализов вашего мужа. Да и вообще, если активничать только в период регуляции. Да не, я еще две недели. Значит, надо запастись терпением. Скажите, доктор, а у вас нет на примете пациентки, которая уже беременна, но не хочет вынашивать? Я бы заплатила. Оставьте эти мысли, не нужно вам это. Вы вполне в состоянии родить сами малыша. Ну, просто нужно время. У меня нет времени, доктор. У меня нет времени. У меня нет времени. Может, все-таки передумаешь? Мне страшно. Марин, мы уже все обсудили. У нас нет денег на ребенка. Понимаешь? Нету. Потом еще родишь. Извините, вы собираетесь делать аборт? Да, а что? А какой у вас срок? Пять недель. А вам-то какое дело? Или вы из этих противников? Нет, я просто забеременеть не могу, а ребенок очень нужен. Продайте мне его. Как это? Ну, так, вам деньги нужны, а я вам заплачу пятьсот тысяч. Сколько? Полумиллиона. Ну, правда, не сразу, частями. Ну, подумайте, зачем вам малыша убивать? А я буду его любить, буду заботиться о нем. У меня хорошая семья, у меня муж. Мне надо подумать. Подумайте, вот мой телефон. Я так-то бы и думать не стала. Просто у меня парня уволили с работы. Он сказал, что бросит меня, если я не… Меня муж бросит, если у нас детей не будет. Давайте поможем друг другу. Поздравляю, Варвара Андреевна. Вы же хотите оставить ребенка? Нет. То есть как, вы хотите делать аборт? Подождите, настолько же женщин мечтают о ребенке. А у меня работа такая. Никак не совместить. Значит, надо менять работу. Вы понимаете все риски этой операции? Возможно, вы никогда больше не сможете иметь детей. Ну, значит, я смогу. Доктор, как тут у вас все происходит? Нужна дополнительная запись, анализы. Хорошо. Я выпишу вам направление. Подождите в коридоре. Я скажу вам, в какое время явиться к врачу. Спасибо. Ой, ой, ой. Давайте я вам помогу. Сейчас. Спасибо, спасибо. Давайте это. Здравствуйте. А мы с вами… А я Даша, Варина сестра. Помните, мы с вами в офисе познакомились? Все, осознал. Ну что же, ваша сестра большая молодец. Да. Варя у нас талант. Спасибо. Да, Варя талант. Я вам помогу, я вам помогу. Спасибо. Я просто переборщила. Купила в издательстве, потому что здесь дешевле, для детского сада. Ну, тут я в курсе. Цены на детские книги мы стараемся держать. Вы? А это ваше издательство? Варя мне говорила, что у вас совсем другой бизнес. И другой. И этот. И еще один. А как вы все успеваете? Вот так успеваю. Видите? Так. Вы что, ездите вот на этом чудовище? И вы поверите. Я… Нет, я… Я не могу. Я… Да не, я лучше пешком. Четыре колеса возят тело, а два – возят душу. Давайте подождите. Удяны. Удяны. Ну, иди. Защит. Удяны. 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 Вы как? Удяны. Удяны. Ну, она с ума сходит, это дело. Ну, понятное дело. Так, а что здесь у нас зависть? Девушка, поторопите, пожалуйста, вашего доктора. Он должен мне направление выписать, а я очень сильно опаздываю. Да, я скажу. Спасибо. Да. Ну что, вот эти... Да, Даша. Скажите, пожалуйста, за сколько... Да, сестра. Приходите. Так, вам нужно прийти за... Подождите, какой мотоцикл? Подождите. Это точно она? Да. Хорошо, сейчас буду. Петрова Варвара Андреевна. Даша, ну как ты? Варя, привет. Привет, ну. Что говорят врачи? Ну, что они говорят? Ничего не поправимого. Перелом. Сделают операцию, поставят какую-то пластину, потом гипскостыли. Даша, ну как тебя угораздило на мотоцикл? Да я вообще не думала. Мне просто Тарас предложил, и я согласилась. Тут Тарас, конечно. Ну, знаешь, он тоже себя чувствует виноватым. Снял мне такую палату, фруктов накупил вообще. Ага. А то, что он детей без матери мог оставить, это нормально? Ну, ты не драматизируй, кстати, о детях. Мне очень нужна твоя помощь. Ну, мне их вообще не с кем оставить. Мне тут еще недели две точно торчат. Я? Ну да, но... Нет, 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 нет. У меня две работы. Я детей вообще не знаю. Я... Варя. Лучше няню нанять. Ну, ты чего? Ну, какая няня? Они ее выживут за два дня. Мы же такое проходили. Даша, ну подожди. Ну, Лиза, она же взрослая, но... Лиза, она подросток. У нее одни мальчики и танцулики в голове. Вообще, за ней тоже нужен. Глаз да глаз. Ну, что, нет никакого выхода, что ли? Ну, я к тебе бы не обращалась. Ну, мне просто совсем больше некому, поверь. Ну, пожалуйста. Ладно. Спасибо тебе большое. Угу. Пожалуйста. Ну, расскажи. Как на байке съездила? Стоило того? Это было так круто. Тетя Варя, а можно я сегодня у подружки на ночь останусь? До тех пор, пока мама в больнице, я за вас ответственна. Поэтому нет. Ну, а если и не говорить? Нет, я прошу тебя, не спорь со мной. Давай, пойдем в дом, готовить, ужинать и сама поешь. Я после шести не ем. Кстати, а вы Степу забирать собираетесь? Чего? Ну, Степу из садика забирать. Восемь часов? А почему ты мне раньше не сказала? Я думала, вы сами знаете. Иди в дом, я прошу тебя. Добрый вечер. Здравствуйте. У вас что-то срочное? Да я хотел помочь Даши вещи отвезти. Ах, вы знаете, я ребенка забыла из садика забрать, поэтому надо срочно спешить. Ну, давайте ко мне запрыгивайте, я вас довезу. Он так быстрей будет. Серьезно? Спасибо. Ну, что вы, я когда один оставался с детьми, очень часто забывал их забрать вовремя, и ничего. Не знаю, как вы справлялись. Три ребенка, это же вообще ужас. Нет, это классно. Не знаю, огромная ответственность, куча проблем, а работать вообще никогда. Вот я тоже таким был. Все, работа, 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 работа. Не заметил, как дети выросли. Может, Алешке внуков родят, вот тогда сживем. Разве это жизнь? Ну, что вы, это и есть настоящая жизнь. Степочка, не плачь. Степа, Степа, Степочка. Что ты не придешь? Прости, прости меня, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Я Варя, сестра Даша. Наконец-то вы явились. Ребенок уже весь извелся, он плачет. Простите, пожалуйста, я просто забыла. А Даша, она в больнице лежит, а я на работе была. Простите, пожалуйста, извините. Как можно забыть про ребенка? Вы понимаете, что меня тоже дома ждут? До свидания. Мне сказали то, что мама заболела. Ну, маленький, это правда. Но все будет хорошо, я тебе обещаю. А пока я буду о вас заботиться, ладно? Не знаю. Я вообще не понимаю, как тебе в голову такое пришло. Покупать ребенка у незнакомой девки. А какие у меня еще варианты? Забеременеть сама я уже не успеваю, чтобы по срокам сошлось. А так всем хорошо. Ей деньги, а мне ребенок. А каким он будет, этот ребенок? Ты вообще хоть что-нибудь об этой Марине знаешь? Ничего. Но она вроде нормальная. Вроде. Нормальная мать своего ребенка не бросит. Она тебя точно обманит, ей-богу. Или помирится со своим приятелем. Мама, не нагнетай. Ей деньги нужны. А мы где деньги возьмем? А? У меня кое-что отложено, и я надеялась, что ты мне поможешь. Аня, я на пенсии. Моих накоплений хватит только на один взнос. Хорошо, даже если я сдам комнату. Маша, это все равно тебя не спасет, это копейки. Вообще-то суррогатное материнство больше миллиона стоит. Это я еще удачно договорилась. Бои-богу, ты меня в гроб просто сверешь. Мама, ну хватит меня критиковать. Давай сменим тему. Ты кого хочешь? Внука? Или внучку? Варь, съешь конфеты. Я не хочу, солнышко. Давай оденем. Ну, пожалуйста. Тетя Варя, а можно я сегодня к подружке после школы зайду? Хорошо, только до шести, пожалуйста, вернись, потому что мне надо Степу из садика забирать. Степа, иди ко мне, пожалуйста. Ну, Варь, съешь конфеты. Я не хочу. А ты куда так накрасилась? Точно к подружке? Да, у нас все так ходят. Да? Хорошо. Тетя Варя, можно я сегодня не пойду? У меня температура. Хорошо. Что, что, как ты мерил? Да, 37,5. Так, а уроки? Да мне на мыло скинут. Иди сюда. Я прошу тебя. Хорошо. Пожалуйста. Ну, Варь, съешь конфеты? Хорошо, давай. Одевайся. Ну, вкусная конфета? Очень вкусная. А что ты так смеешься? Да, просто эта конфета ему вчера на ботинок на улице прилипла. Да. Странно. Она ведь не опаздывает обычно. Спасибо. Я сейчас позвоню, узнаю. Добрый день. Простите, пожалуйста, за опоздание. Ничего. Здравствуйте. Здравствуйте. Все в порядке. Итак, мы предлагаем вам организовать детский показ мод в городском парке. Спасибо. Именно там по выходным гуляет очень много семей с детьми. А именно они являются нашей основной целевой аудиторией. Вот. Предлагаю установить примерочное с фотозоной, где дети смогут фотографироваться, а потом выставлять эти фотографии в соцсеть с хэштегом «Братцы кролики». Ну, так мы будем рекламировать вашу одежду с этим молодежи. Как вам идея? Мне хорошо. Прекрасно. Еще я подумала, как можно интегрировать ваш логотип. Мы подумали, что ведущий будет в костюме, в ростовом костюме кролика. Ну, что-то, по-моему, хорошо. Да. Давайте тогда прикинем относительно сметы все и начнем подготовку. Прекрасно. А мне что требуется на этом этапе? На этом этапе требуется отобрать детей. Вот из модельного агентства прислали фотографии. Нам надо выбрать три возрастные категории. Смотрите. Ну, давайте выбирать. Не помешаю? Садись. Ты так здорово придумала. С показом мод. И с социальными сетями тоже. Дети нас сами будут рекламировать. Ничего особенного. Обыкновенная бесплатная реклама. Ну, не скромничай. Классная идея. Только воплощать ее будешь ты. Привыкай, пожалуйста, к тому, что ответственность на твоих плечах. Я понял. Даже не придешь нас поддержать? Не знаю. Посмотрим. Я буду очередь тебя там видеть. Спасибо тебе, что осталось. Несмотря на то, что у нас так все вышло. Ага. Что? А? Ты чего? Фух. Воды? Что-то. Да ничего. Прошло. Это из-за ребенка, наверное. Что? Дети Дашины. Племянники мои. Я же сижу с ними, она в больнице лежит. И племянник мне дал конфету какую-то с пола. Кто? Ребенок Дашин. Я же говорила, неприятности одни. Детей этих. Фух. Наверное. Не знаю пока. Привет, Варя. Привет. 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 Привет, мои хорошие. Мам, а я тебе подарок принес. Ой, подарок. Спасибо тебе большое. Варь, ты как, справляешься? Ничего. С переменными успехами. Но ничего. Справимся. Ты как? Надолго еще? Ой, ну вот завтра уже обещают прооперировать. Поставят эту пластину, потом нужен, чтобы отек спал, и два-три дня и отпустят. Мальчишки, ешьте печенье. Тетя Варя вас хоть кормит? Кабачками и руколой. Это что они-то едят? Первые пару дней капризничали, а потом привыкли. А Лиза где? Лиза, посиделки у нее с подружками. Ой, эти посиделки. Ты смотри, чтобы она позднее десяти не приходила, ладно? И Мишку гоняет в компьютеры, а то он с этими играми обошел школу забудет. Паша, все хорошо. Мы со всем справимся. Ты, главное, выздоравливай. Я очень скучаю по ним. Миша, мама что сказала? Давай, выходи из игры, ставь на паузу. Че, тварь, я не играю, я работаю. Извините, что это за работа такая? Я тестирую новую игру, протокол веду. Все баги записываю, а пацаны потом исправлять будут. Это наш бизнес, мы будем продавать игру. Ух ты, и как вы будете его продавать? У нас есть свой сайт, мы там все пишем. Так вам надо с такими, как вы, объединиться. Вы будете их рекламировать, а не вас. О, круто, я скажу друзьям. Миша, не знаешь где Лиза? Я не могу до нее дозвониться. Нет, но я могу ее найти. Мама просила установить на компьютер такое приложение, чтобы можно было нас всегда найти. Так. Вот она. Знаете где это? Ну и что случилось? Ничего. Ну, нет, можно не врать. Почему трубку не брала? Потому что это не он звонил. И никогда уже не позвонит. А. А он это кто? Никита. Никита. Он обозвал меня тупой разукрашенной курицей и бросил. Это он, получается, тебя не любит, да? Нет. Лиз, ну это же хорошо, что ты сейчас об этом узнала. А представляешь, ты бы с этим Никитой полжизни прожила, и он бы тебе сказал, что я тебя не люблю. Это он, Никита. Может… Не может. Давай. Не надо. Пойдем. Ань, я тут с ребятами в офисе пообщался. Они советуют три в одном брать. Автокресло, люльку и прогулочную. А? Да? Или тебе не нравится? Мне все нравится, Влад. Ты замечательный. Только что мне делать вот с этим? Вот с этим мы поступим вот так. Ты же хотел со мной развестись? Извини меня. Да, хотел. Тогда я думал, что это будет единственный выход. Но у нас теперь с тобой малыш. Теперь все по-другому. Ну, 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 тише, тише. Ну, ты чего? Тише, тише, страшно. Это нормальная реакция для беременной женщины. Ну, ну, пожалуйста. Ну, только не это. Ну, господи, ну, почему? Что-то случилось с тетей Варь? Ты почему не спишь? Пить захотелось. Файл не открывается. Не открывается. Целую неделю готовила, а завтра заказчиком показывать. Иди спать, пожалуйста. Дайте флешку, я все сделаю с друзьями. А хотите, я попрошу друзей, чтобы они взломали почту конкурентов? Чтобы узнать, что у них там в планах. Нет, вот это, ты знаешь, хотя мысль интересная. Я подумаю. Ну, я пошел тогда поработаю. Лиза, ну, чего там, все собрала? Да, тут такие классные вещи есть. Хорошо. Тетя Варь, а можно мне с вами? Миша, ну, чего там с файлом? Вот, готово. Проверяйте. Серьезно? Да. Так. Миша, какой ты молодец. Ну, так мне можно с вами? Можно. Только иди Степку собери, и вместе поедем. Степа, иди одевайся. Я большой, я сам. Нужно, чтобы вы хорошо питались, не нервничали, сдавали все нужные анализы. Он должен быть здоровым, понимаете? Да, я понимаю. Значит, я должна не работать, сидеть дома, хорошо и правильно питаюсь, делаю физические упражнения, гуляю. А на какие деньги? Ну, мы же договорились. Вот, первый взнос. И дальше каждый месяц. Вы знаете, я почитала в интернете, это дороже. Вы же все равно собирались делать аборт. Хорошо. Восемьсот. Не хотите? Как хотите. Ладно, хорошо, я согласна, я согласна. Только мой муж ничего не должен знать, понимаете? Хорошо. И я буду ходить с вами на УЗИ. Я должна видеть, как мой ребенок растет. Это не сложно. И, кстати, кофе вам нельзя. Как скажете. А можно мне другую одежду? А я хочу первый выйти. Я пить хочу. Уважаемые посетители, Владимир Владимирович. В воду за сцену, срочно. Так, дети, давайте не капризничаем. У нас хорошее настроение, делаем все, как репетируем. Выходим в том же порядке и в той же одежде. Держи. Так, все. Так, где ведущий? Нам начинать скоро. В общем, у него машина заглохла, он опаздывает, ждет эвакуатор. Почему я только сейчас об этом узнаю? Кого я вместо него выпущу? Не знаю, можно Андрея, но он сцены боится. Так, все нужно делать самому. Держи. Давай. Где костюм? Вон. Так, все, все готовы. Хотите нравиться учителям и не выглядеть уныло? Хотите отличаться от своих сверстников во время прогулки? Подходите. Мы начинаем. Это Сабина и Лера. Проходите. На них узкие и разноцветные джинсы. Скромный, но романтичный образ. Очень подходит для отдыха. Так. А это Вася. На нем футболка и джинсы. Очень удобно. А это Варвара Андреевна, директор нашего филиала с племянниками. Всем привет, мальчишки и девчонки. А кто из вас хочет ушки в подарок? А кто? Кто хочет фотографироваться с коликом? Кто хочет? Мама, я хочу такие ушки. Вот такие ушки. Прекрасно, классно. А кто хочет, чтобы мы показали поделиться? Сегодня здесь, в Владимирском саду, проходит удивительное мероприятие. Показ модной детской и молодежной одежды. Братцы. Тогда выбирайте одежду, потом создавайте стильный образ и продемонстрируйте его у нас на подиуме. Мама, мама, смотри. Пойдем, там что-то бесплатное. Ну, пойдем. Здравствуйте. Немного решили изменить концепцию. Да все отлично. Что-то такое предполагал. Ну, а теперь мы подойдем к маленькому. Вы спрашивали, кто будет лицом моего бренда. Да. Да, Весь, я тут подумал и... Нужны ведь дети трех возрастных категорий, так? Так. Вот же они. Братцы. Кролики. Так, улыбаемся. На меня смотрим. Молодец. А теперь вот ручки вот так вот сделай. Ага. Так, молодец. А теперь давайте втроем. Сюда-сюда-сюда. Втроем. Так, и ты по центру. Ага. Молодец. Ты нас просто спасла, видимо. Пришла и сотворила обыкновенное чоколение. Обыкновенное мероприятие, Влад. Тебе было в Москве поработать с парочкой крупных брендов. Все получится. Тебе идут эти вышки. Спасибо. Дети придумали. Мила, как ты с ней? Ничего. Как-то справляюсь. Обалдеть. С тремя. Я не представляю, что мне с одним-то делать. У тебя нет выбора. Да. Тетя Варя, фотограф сказал, что я молодец. Да. Потому что ты самый смелый кролик. Молодец. Там, конечно, с этими детьми... Вот это. А вот, Риза, какая получилась. Да, было круто. Круто. Молодцы. Ребят, мы большие молодцы. По-моему, у нас все очень хорошо получилось. У нас большие планы. Скоро у нас будет открытие интернет-магазина. Ага. Ой. Шеф звонит. Так. Так, это давай сюда. Да, Леонид Аркадьевич? Добрый день. А, как ты там? Прекрасно. У нас большие планы. Отложи все свои планы. Приезжай скорее в Москву, ближайшим рейсом. Явашов одобрил твою презентацию. Вы знаете, ближайшим рейсом не получится. Ну, приезжай вторым. Короче, чтобы в понедельник было тут, как штык. Это мама? Нет, нет, Зайка, это не мама. Нет, это не мама. Пошли, Степа. Простите. Что там за дети? Это мои дети. Племянники. Сестра моя попала в больницу, и их не с кем оставить. Варя, что за дела? Какие дети? У нас Ивашов. И к тому же ты сказала, что личная жизнь не помешает работе. Ну, сказала. Найми няню или кого-нибудь и приезжай. Если ты не приедешь в понедельник, то я на твое место возьму другого сотрудника. Простите, это ультиматум сейчас? Да, ультиматум. Ага. Хорошо, Леонид Аркадьевич. В таком случае ищите нового сотрудника. А я увольняюсь. И управление филиалом я передаю Владу. Ну, как знаешь. И документы курьерам передайте. Обратно не возьму. Вы уходите? Да. А вы работайте. Работайте. Варя. Пойдемте. Не сейчас. Мама! 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 Приехала! Привет! Привет, мама! Мама, привет! 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 Спасибо! Спасибо тебе! Поставлю чайник. Ваша мама? Яга! Костяная нога! Угу. Как вы тут без меня? Ничего. А что так рано дома сегодня, Варя? А так получилось. Мама, тетя Варя нам понравилась. И мы хотим ее себе оставить. А, тетя Варя-то в курсе? Проходи. Вот я и дома. Что-то калитка у вас не скрипит. Да вот. Тарас починил. Кажется, в доме появилась мужская рука. Я тебя умоляю. Это он просто после аварии. Тебя виноватым чувствует. Вот. И подлизывается. Ничего лишнего? Конечно. Идем. Ну, красота. Сижу, королевишный. Неужто нужно ноги ломать, чтобы тебе все так заботились? Ну, может, ног мы ломать не будем? Может, пожалуйста. Кстати, Варя, я смотрел фото. Совершенно замечательно. Так что, будем печатать. Я что-то пропустила? Ну, твои дети будут теперь лицом фирмы «Братцы кролики». Скоро во всех журналах страны. А зачем? Ну, это уже какое-то уже лишнее. Ну, это все Варя? Да, да. Валите все на меня. Я теперь все равно безработная. Как? Ну, вот так. Не такой я, оказалось, ценный сотрудник. Не, ну, может... Ты не волнуйся. Деньги я на пару лет отложила, поэтому думаю, хватит. Ну, ты же у нас без работы никак не можешь. Не могу. Так, может быть, вы будете печатать все у меня в журнале? Я никогда не писала статьи. Я же читал ваши презентации. Слог замечательный, тексты. Очень хорошие. Так что подумайте. Ну, ладно. Спасибо за чай. А еду поздно уже. Счастливо. Спасибо. То есть, ты, Варя, остаешься у нас? Ну, надо же тебе как-нибудь с детьми помочь. Ну, да. С гипсом мне еще недели две скакать. А со своим ты разобралась? Нет. У тебя какой срок-то? Достаточный. Ребеночка оставишь? Не знаю, Даша. Работы нет. Отца тоже не предвидится. Это же какая-нибудь... Не знаю. Другая жизнь какая-то совсем будет. Ну, будет. Будет. Она тебе понравится. Вот увидишь. Я тебе помогу. Я на себя рассчитывать привыкла. Работать как-то, крутиться. Ну, и ты будешь работать. Будешь сидеть, писать, не выходя из дома с ребенком. Даша, я никогда не писала статьи. Ну, о чем мне писать? Ну, пиши про себя. Про себя. Про себя. Варька, я тебя поздравляю! Поздравляю! Что такое? Что случилось? Твоя статья, я ее прочла. Статья? Так. Да. Здорово. Полночи писала. Там середина, правда, проваливается. Да бог с ней с середины. А финал. Главное, ты оставляешь малыша. Да, да, да. И ведь это замечательно, твоя беременность. Какая тема для блога? Блога-то, конечно, хорошо. Все остальное, правда, не очень. Да все это ерунда. Решим. У Степки куча вещей осталось. И Тараса попросим, он пригонит по бартеру. Ой, молодец, сестра. Спасибо. Дети, подъем! Проснулась? Проходи. Доброе утро. Доброе. Смотри, вот творог, каша. Я прочитал, что беременному нужно кальций много есть. Спасибо. Ты такой заботливый. Садись. Скажи, а когда уже животик должен быть введен? Ну, не знаю. Наверное, через пару месяцев. Так ли ты на УЗИ пойдешь? Я хочу с тобой. Хорошо. А ты на работу не опаздываешь? Опаздываю. Ладно. Приятного аппетита. Давай. Я провожу тебя. Да нет, нет. Сиди. Мама, зайди, пожалуйста, к нам. Нет, ничего не случилось. Пока. Варя, Варвара Андреевна, отлично постаралась, наладила работу филиала. Дальше мы будем действовать согласно ее разработанному плану. Да? Окей. Сегодня... Извините. Так, все могут попить кофе. Добрый день. Давайте знакомиться. Влад Семенов? Так точно. Варвара говорила о вас очень много хорошего. Что вы креативный и ответственный. Спасибо. У нас намечается небольшая кадровая перестановка. Варвара, как вы относитесь к перспективе перевода в головной офис? В Москву? Да, нам нужны свежие идеи. А на ваше место я кого-нибудь пришлю. Ну, мне же придется переехать. А у меня жена беременна. Я... я думаю, она не согласится. Варвара сказала, что вы креативный. Придумайте что-нибудь. Хорошая работа. Денег заработаете для ребенка. Что же я вас уговариваю? Да или нет? Даша. Даша. Да? А когда надо от растяжек мазаться? Глупенькая, какой крем от растяжек? Рано еще тебе. Да? Слушай, Тарас написал. Говорит, ему статья понравилась. Да? Так что буду свой блог вести. О своих ощущениях. Ой, круто. Я почитаю. Что это почитаешь? Иди уроки делай. Ну, мам. Успеет она все. Знаешь что? Вот у тебя свой родится. Тогда будешь поучать. Тут пишут, что живот виден уже на третий месяц. Как мы будем это скрывать? Влад сказал, что он будет очень занят на работе. Я тоже так думала. А он собрался за каждым моим шагом следить. Мы же не можем девять месяцев спать в разных комнатах. Еще надо Марине где-то остаток денег найти. Почему-то все так сложно. Аня! У меня новости. Меня приглашают работать в Москву. Я хочу принять это предложение. Я понимаю, что ты беременна. И что я обещал быть рядом с тобой. Но это шанс. Я мечтал об этом. Я буду приезжать. Там зарплата очень большая. Я буду присылать деньги. Ну, что ты молчишь? Но если ты не хочешь, я откажусь. Влад, я тебя поздравляю. Это так здорово. Я всегда знала, что ты у меня самый талантливый. А ты у меня умница. Все хорошо. На УЗИ была. Снимок обещали на почту прислать. Ну, конечно, покажу. Ой, Владик, извини. У меня мама на второй линии. Ага. Целую. Я вас вижу. Добрый день. Добрый день. Вот ваш заказ. Спасибо. Где расписаться? Вот здесь. А если не секрет, вы для себя покупаете? Нет, что вы. Мы рекламный клип снимаем. Это реквизит. До свидания. Привет. А ты чего так рано? А что ты такая взъерошенная? Магазин ходила? Что, купила? Да, но это сюрприз. А ты когда уезжаешь? Я завтра утром. Вот надо вещи все собрать. Так я тебя соберу. Ты принеси, пожалуйста, чемодан с антресоли. Принесешь? Ань. Ты чего? Давай собираться. Да я тут подумал. Неправильно я поступаю. Ты беременная, а я бросаю тебя тут. Может мне остаться? Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Даш. А ты как детям имена выбирала? До родов или после? Даша. Даша. М? Что? Тут перед тобой автор живой стоит. А ты в журнал уткнулась? Я, между прочим, твою статью читаю. Знаю, как проходит беременность моей родной сестры. А тут ты не в курсе. Я говорю, ты как детям имена выбирала? Ну, имена. Мне нужно было лицо увидеть. А то буду величать Федором и родиться Макар. Да. А ты что, уже решила? Ну, читатели говорят, что если я пишу под псевдонимом беременная львица, у меня должен родиться лев. А где ты будешь рожать-то? Это они тоже выбрали. Вот по опросу, это лучший перинатальный центр. Что скажешь? О, на каком ее места? Я же там троих-то и родила. Персонал прекрасный, да. Условия очень хорошие. Мне еще акушерка говорит, прибегай за четвертым. Четвертым? Да. Отчего? Тебе одного тоже будет мало. Вот увидишь. Нет. Леонид Аркадьевич, рекламная кампания запущена, территорию подготовили, все репетиции на ура отработали. Мне теперь только на открытии. Можно мне на пару дней домой смотаться? А то в жизни скоро рожать, а я в Москве торчу. А прессу я за тебя буду приглашать, с жюри созванивать, конкурсантов расселять. Ну, как же? Ну, мы же договаривались. Мы договаривались, что будем с вами работать. Хорошо и вовремя. Варвара вообще без выходных работала. А вы только и думайте, как поскорее свалить. Да я за последние полгода четыре раза только дома был. И то на один день. Вся беременность мимо меня прошла. Ты вообще соображаешь, что ты говоришь? Ты должен деньги зарабатывать, а не жену за ручку держать. Разошлешь пригласительные прессы. Сегодня же. Завтра жду тебя с отчетом. Работы не в проворот. Поэтому о поездке можешь не думать. Работаем, работаем, работаем. Уже совсем большой. Хоть сейчас на выход. А пальчики вы видели? Все в порядке? Ох уж эти мамочки. Ни одна не спросит про голову. Всем пальчики подавай. Не волнуйтесь, все в порядке. Я вам сейчас распечатаю. Вы следующая? Нет, нет, спасибо. Я у другого доктора наблюдаюсь. Вот, держите. Фото на память. Спасибо. Какой хорошенький. Вы узи мне отдайте. Вам-то оно зачем? А мне, может, нужно показать. Вас подвезти? Нет, спасибо. За мной парень должен приехать. Вы что, помирились? Пока не знаю. Не уверена. Марина, у нас договор. Кстати, о договоре. А где деньги? Все сроки уже вышли. Да-да, мы вам обязательно заплатим. Я поговорю сегодня с мамой. Вы не тяните. А то ведь я могу передумать. Здравствуйте, дядя Тарас. Привет, дети. Ну что, рекламу новую будем смотреть? Ух ты, круто, будем. Ну, тогда идите сюда. А я там буду? Ты там будешь обязательно, потому что ты же главный артист. Как без тебя? Правда? Ой, наконец-то. Ой, как я за вас рада, ты себе не представляешь. Вот так. Так, а почему это за нас? Дела у них. Вообще, по поводу меня тебе все время кажется. Ничего мне не кажется. Ты присмотрись. Детям отец нужен. Не отмахивайся. А вот еще. Знаешь что, советчица? У тебя свой пацан на подходе. Смотри, какой ты сушарик. И вообще не переживай, сестра, справимся. Смотри, ты вот это. Здравствуйте. Здравствуйте. Я пойду, мне там на консультацию глаза проверить надо, обменку забрать. А вот еще тут. Я могу подбросить. Нет, нет, нет. Вы оставайтесь. Спасибо. Пока. И вот еще, и вот еще, и вот еще. Выглянул, выглянул. По результатам голосования первое место среди роддомов города Ульяновска занял перинатальный центр на проспекте... Ну зачем тебе это знать? Ты что, с подушкой туда пойдешь рожать? Влад звонит. Мама. Живот, помоги быстрее. Привет. Ну как дела у вас? Привет. Еще не родила, как видишь. Ну потерпи, недолго осталось. Все у вас хорошо. О, любимый зятек. Привет. Здрасте. Да, все хорошо. А ты когда приедешь? Пока не знаю. Но я тебе денежку на карту перевел. Спасибо. Столько всего нужно купить, ты себе не представляешь. Я сегодня роддом выбрала. Самый лучший. Деньги очень кстати. А ты работай, работай. Приезжать пока не нужно. Не переживай. Спасибо за понимание. Мы будем тебя ждать. Ух ты, вы мои хорошие. Ну ладно, целую вас. Пока. Целую, пока. Я в магазин. Куда собралась? Деньги руки жгут? Да за мороженым я. Подушка эта надоела уже до смерти. Ну, знаешь, когда я тебя носила, живот на ночь не отстегивала. И ничего, справилась. Ладно. Врач говорит, у Марины скоро роды. Я с ней рассчитаюсь, и все закончится. Хоть бы Влад еще недельку в своей Москве посидел. Ладно, пошла я. Здравствуйте. Здравствуй. Здравствуй. Ой. Сейчас я вам закапаю капельки, чтобы расширить видьмую область глазного дна. Головку вот так. Ага. Салфеточкой промахните. Так. Какая неделя беременности? Не помню. Женщина, неделя беременности какая? Сейчас. 38-я. Ну, кушайте гормоны. Вы хотите, чтобы муж присутствовал при родах? Ему необходимо сдать анализы, флюорографию. Нет. Не надо. Нет никакого мужа. Да что же это такое-то? Такая красивая, молодая и одна. Совсем мужики с ума посходили. Да все в порядке, ну что вы. Я сама со всем справилась. Смотрим внимательно на мой мизинчик. Угу. Смотрим на мое ушко. Угу. Ну, с глазками у нас все в порядке. У моей части никаких вопросов. Разрешаю естественные роды. Спасибо. С вами все в порядке? Да. Все в порядке. Просто как-то перед глазами все размывается как-то. Так вы одна, небось, пришли-то? Вам есть кому позвонить? Есть. Сестре. Угу. Угу. Давайте я вам помогу. Не, не надо. Я сама со всем справлюсь, что вы. Держи. Спасибо. Сдачи не надо. Тарас. Здравствуйте. А почему вы? Я думала, Даша сама или на такси? Барбара Андреевна. Ну, давайте. Зачем эти подвиги? Да какие тут подвиги? Я-то думала, очередной поход к врачу. Да я бы и сама смогла. Баря, вы понимаете, что вы сейчас работаете из-за себя и за того парня? Ради сына попросить помощи не стыдно. Моей героине. Здрасте. 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 А я вам деньги собрала. Последний взнос. Короче, мы ребенка вам не отдадим. Мы передумали. Я нашел работу и вообще… Простите, так неудобно получилось. Вы еще родите, обязательно родите. Вы что, с ума сошли? А что мне теперь делать? Ну, это уж явно не наша забота. Пойдем. Тебе нельзя волноваться. Эй, а деньги? Какие еще деньги? У меня мама кредит взяла, а мы полгода комнату сдавали. А что я мужу скажу? Я полицию вызову! Послушай, дура, а что у тебя есть? Расписка, свидетели. Она нет и долго нет. Поняла, курица? Вообще не понимая, в кого ты у меня такая дура. Я тебя предупреждала, что именно этим все кончится. Хватит меня клевать. Я хотя бы попыталась что-то сделать. Попыталась она. Может быть, из дома малютки ребенка взять? Нет. Ты хоть понимаешь, сколько бумаг нужно собрать? И согласия мужа в первую очередь. Извините, пожалуйста. Вы за ребенком не присмотрите? Я быстренько за молоком сбегаю. Да, конечно. Хорошо? Спасибо большое. Ты мой хороший. Ты мой маленький. Ты мой золотой. Да ты что, совсем рехнулась? Немедленно положи ребенка назад. Девушка, что вы делаете? Ну, что, мне полицию вызвать, что ли? Простите нас, пожалуйста. Видите, нам самим скоро рожать. Нервы, гормоны. Простите нас, пожалуйста. Пойдем, милая, пойдем. Пойдем. Да ты что в самом деле, а? Полный дом детских вещей. А малыша нет. Мам. Мама. Мама, что я Владу-то скажу? Скажи, что не выжил ребеночек. Как не выжил? Значит так, пока Влада нет, провернемся незаметно. Он приедет, ты без живота. Ну, скажем, что роды начались внезапно. Ребеночек не выжил. Ну, не пойдет же он в роддом с проверкой. Я боюсь. Я не хочу. Девочка моя. О, Господи. Алло. Алло. Да, Влад. А, Анечка, она... Я поняла. Да, поняла. Ждем. Ну, все. Приехали. Вернее, приехал. Так. Живот. Живот не давай ему трогать. Поняла? Спите в отдельных комнатах. Давай, давай, давай. Потом что-нибудь придумаем. Знаешь, а я вот подумала. А чем я буду после родов писать? С появлением ребенка, наверное, журналистика моя закончится. Не говори глупости. Вот уж чего-чего, а детских тем полно. Колики, первые зубы, ведение прикорма, выбор подгузников. Я тебе сейчас сходу штук сто сочиню. Хорошо бы. Потому что я сейчас подсчитала расходы на первый год. По-моему, моих сбережений не хватит. Да-да-да. Кстати, сестрица, ты помнишь, что у ребенка есть отец? Или ты собираешься одна все тянуть? У него есть своя семья. Зачем ему мы? Это не тебе решать зачем. Пусть он заботится и несет ответственность. И вообще, давай звони. Иначе я уже позвоню. Давай я буду сама решать, что мне делать. Пойми, дело же не только в денежной помощи. Он отец ребенка. Он имеет право знать, что у него скоро будет сын. И рано или поздно все равно это скроется. И будет только хуже. Даша, все будет хорошо. Не нагнетай. И давай сменим тему. Всем привет. Ну что, как малыш? Дай с ним поздороваться. Влад, пожалуйста, не надо. А ты чего заранее не предупредил, что приедешь? Пакеты, пакеты вон туда ввеси. Начальник не хотел меня отпускать до последнего. Хорошо понадобилось документы ввести. Я сюда поставлю, ладно? Собирайся. У нас фотосессия через час. Я договорился. Какая фотосессия? Я же с пузом. Я так сразу не могу. Ты прекрасно выглядишь. Это же не для нас с тобой. Это для малыша. Да, конечно. Ну, ну, давай, давай, давай. Фотосессия это очень хорошо. Переодевайся. Фотосессия это хорошо. Пойдем, пойдем, пойдем. Я тебе кофе напою. Устал с дороги. Влад, ну я же просила, не прикасайся. Почему? Ну, по-моему, будет красиво, как мы с тобой вдвоем обнимаем малыша. Ну, скажите. Ой, да не переживайте вы. У беременных свои причуды. Чего я только не видел за годы работы. Вот. Меня каждый встречный хочет за живот потрогать. Какой каждый встречный? Я не каждый встречный, я отец. Ну, у меня просто страшно, понимаешь? Страшно. Ладно. Ну, тогда я в офис поеду. Раз я тут не нужен. Фотографируйтесь без меня. Вот отличный кадр получился. Хоть сегодня можно журнал отправлять. Сегодня обработаю и пришлю. Ладно. Ручки на живот положительно. Улыбку. Здорово. 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 Привет. Так, вот держи. В пакете рекламки. Угу. Флешка с презентацией. Сейчас. Вот. Угу. Слушай, а ты в Москву обратно не хочешь? Ну, а я бы обратно сюда перевелся. А чего вдруг? Там же проекты интересные, зарплата, движуха всякая. А тут... А тут семья. У меня ребенок скоро должен родиться. Ну, ты сам смотри. Я-то не против. Осталось начальство убедить. Ну, значит, договорились? Ну, да. С начальством я поговорю. Ага. Варька, как она? Наверное, конкурентом устроилась? Нет, она вроде ушла из индустрии. Я давно про нее ничего не слышал. Ну, ладно. Давай. Пока. Даша, ну, помоги. Не могу выбрать. Смотри. Все красивые. Может, вот это? Ну, оригинально. А перелесни дальше. Ой, так. Вообще тебе не нужно видеть. Тебе вредно волноваться. Да, Влад здесь какой-то грустненький. Зато Аня красивая. Лицо такое аккуратное. Не поправилось совсем. Не то, что я. На баржу похожа уже. Женщина гора. Да какая ты гора? Ты просто так пригорочек. Я вам когда мишку носила, я вообще давно к досядевице не могла. Просто не могла обуваться. Мам, ты что, босиком ходила? Конечно. Ага, зимой. А я зачем тогда? Помогала. О, дядя Тарас приехал. Всем привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Мишка, иди сюда. В смысле? Что в смысле? В смысле сюда иди. О, Витяха! О, Витюха. Все, больше мы его не увидим. Лиза, иди, чайник ставь. Хорошо. Лиза, иди сюда. Все-таки не нужно было у Мишки такой дорогой подарок дарить. Он так целыми днями из компании вылезает. Другая мать радовалась бы. Поим делом занимается. А кто у тебя там такой настырно все названивает? Влад приехал. Может, пойдешь поговоришь с ним? Не-не-не. Я не хочу. Даша, пожалуйста, придумай что-нибудь, а? Так, только, пожалуйста, не волнуйся. Придумайся. Спокойно, спокойно. Тарас, поговори с ним. А то же он не уедет. Пожалуйста. Я не хочу. Иди туда, пожалуйста. Привет, Влад. Здравствуйте. Я думал, вы в Москву перебрались? Да. Моей жене скоро рожать. Если жене скоро рожать, чего ж вы тут? Варю хотела видеть. Как она? Что с ней? С Варей все в порядке. А, вы здесь с ней, да? Поэтому она… Послушайте, Влад, я думаю, вам лучше поехать к жене. А Варя, если бы хотела вас видеть, она бы ответила на звонок. Понятно. Вы правы. Привет передавайте. Влад, уехал, скоро не ждите. Что? Все началось? Да? Рожаю. Все. Так, так, я в машину. Поехали. Разложу сиденье. Ребята, только без паники. Первый раз никто так быстро выражает. Ага. Боже, страшно. Не страшно. Тихо-тихо-тихо. 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 Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-ти Так. Так, что у нас так? С обменкой все в порядке. Запрещенных продуктов с собой нет? Нет, нету. Хорошо. Родственники могут уйти. Все будет хорошо, не волнуйтесь. Ну что, ребенку от нас привет, поцелуй его от нас. Да? Все. Здравствуйте. Здравствуйте. Женщины, не волнуйтесь, все будет хорошо, поберегите свои силы. Ну, с Богом. Не волнуйтесь. Все будет хорошо. Ты чего делаешь? Гнездо вьешь? Вот, выпей одновременно, мочегонное, снотворное. Еще не забудь к животу мешок с гвоздями привязать. Вот я посмотрю на тебя, какое ты гнездо будешь вить. Да, а еще кот ногами топает, да? Ладно, ладно. Хочешь, я пойду? Да, мне все мешает. Ты не обидишься? Нет. Ну, просто я привыкла спать одна. Тебя долго не было. Я понял. Ладно, спокойной ночи. Петя, я больше так не могу. Ну, что значит потерпи? Не могу я уже терпеть. Не могу. Что, милая, терпишь? Часто хватает? Раз в минуту. О, тебе пора родзал готовить. Пошли, я тебе стол накрою. Все, отмечать будем. Да, конечно. Не переживай. Не, не могу, не могу, не могу. Ой, давайте я здесь постою. Терпи, терпи. Ребенку еще сложнее. Терпи. Давай, 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 давай. Ой, ой, ой. А меня посмотрите. Мне кажется, у меня уже все. Нет. Нет. Уйдите все. Уйдите все. Нет. Уйдите все. Это мой. Мой ребенок. Это мой ребенок. Он мой ребенок. Мой. Ань, Ань, что случилось? Уже, да? Началось? Какие вещи брать в роддом? Какие вещи? Ну, с собой какие вещи нужно брать? Зубную щетку, халат, тапочки. Николай, все, я понял. Мама, что мне делать? Так, быстро. Быстро одевайся и в роддом. Долго Влад с тобой не будет. Ему в Москву ехать надо. А в роддоме что? Вот дура-то. В приемной схватке соображай. А ему скажи, чтобы уходил. Что тебе так легче? А потом сама выйдешь незаметно. Ты поняла? Да шевелись же ты. Так, вот вещи я собрал. Ладно, ладно. Вещи потом привезем. А ты давай, скорее, в машину. В машину. Бегом, 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 бегом. Так, вот так быстро. Потихонечку, потихонечку. А в роддоме по стеночке. Как уточка, как уточка. Поняла? Давай, давай, давай. Давай, давай. Держись. Сумку, сумку возьми. Сейчас. Сильно больно? А? Ну что, что я могу сделать? Мне ничего сейчас не нужно. Оставь меня просто в покое. Хорошо. Хорошо. Я же хочу как лучше. Я понимаю, ты на самолет опоздаешь. Дальше мы сами справимся. Ань, какой самолет? Я с тобой буду до самого конца. Что? Очень больно? Кто-нибудь? Жена рожает. Молодой человек, не кричите. Давайте паспорт, обменную карту жены. Сейчас. Оставьтесь. Так, а вы готовьтесь к осмотру. Сейчас врач подойдет. Так, сейчас, сейчас, сейчас. Вот паспорт. Так. Вместе будете рожать? Да. Нет. Понятно. Давайте обменную карту. Ань, где карта? Влас, у тебя самолет. Уезжай уже, пожалуйста. Рода, дело не быстрое. Идите, молодой человек. Вас все равно туда не пустят. Да? Конечно. Ладно. Давайте сумку. Держите. Идите уже, идите. Ань, ну, ты сообщишь мне как-то? Иди, иди уже, я тебе позвоню. Все будет хорошо. Пойдемте. Пока. Да. Да не могу я приехать, Леонид Аркадьевич. Но у меня жена рожает. Влад, ну это не серьезно. Сделай дело и как раз успеешь к выписке. Давай, вылетай в ближайшем рейд. Да не уговаривайте вы меня. Я уже год в вашей Москве сижу. Ну и не сиди. Перевод в Ульяновск, хочешь, о котором ты говорил, он твой. Только ты нужен здесь. Ой, мамочки. Женщина, вы вообще собираетесь оформляться? Ой, ой. Так. А мы снова к вам. Давайте, документы, поднимем обменку. Позовите Анастасия Омада. Так, все спокойно, сейчас не будет хорошо. Мы вам, вам, срочно. Срочно! Проходите на кресло. Анна Сергеевна, подойдите, пожалуйста, во вторую родовую. Я сейчас подойду. А что мы здесь сидим? Вас уже осмотрели? Тогда тихонечко встаем и аккуратненько идем к лифтам. Дышим, дышим, дышим. А теперь тушимся. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Доктор, там все в порядке? Да. Восемь девять по Абгару, вес три двести, рост пятьдесят два. Отличный мальчик. Поздравляю. Отличный мальчик. Ну, мамочка, принимайте. Держите покрепче. Привет. Так, вы сейчас здесь поможете, потом у вас в палату, а ребеночка в детское отделение. Подождите, подождите. Как детское? Зачем? Вы же сказали, что мы сразу вместе будем. Да будете, отдохнете и вместе будете. У кого вы рожаете? Кто ваш врач, девушка? Карта где, обменная? Так, давай, вставай. Вставай. Видимо, документы на первом этаже твои остались. Постой здесь, я сейчас приду, слышишь? Нельзя без документов. Вставай. КОНЕЦ 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 Маленький. Хорошенький-то какой! Витяслава, Витянец. Маленький. Ребенок. Ну вот, давай, к вратеньке. Давайте, мамочка-ребеночка. Иди сюда. Тихо-тихо-тихо. Ой, ты маленький. Все будет хорошо, вот так. Тихо-тихо-тихо. Скоро принесете, да? Да ты не волнуйся. Не волнуйся. Ты самое главное сейчас – хорошо отдохни. Понимаешь? Да. Красота. Набегаешься еще по ночам. Кто-нибудь скорее подойдите по шансу-то. У меня что-то с ребенком. Что у вас случилось? Тише-тише-тише. Тише-тише-тише-тише. Тише-тише-тише. 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 Мама. Поздравляю, доченька. Поздравляю. Ой, батюшки какой хорошенький. Поздравляю, папаша. Ну, что ты стоишь? Что ты стоишь? Дари цветы скорее. Конфеты не то. Спасибо. Спасибо большое. Вы главное, растите здоровенькими. Спасибо большое. Ну, что за люди. Ходи потом собирай занятия. У нее подбородок трясется. Очень сильно. Это нормально? Мамочка, успокойтесь. С вашим ребенком все в порядке. А где кювес? Петровна! Ну ты взяла опять. Вези тогда в детский. Хорошо. А вот она что опять? Девушка. Это тоже нормально? Петровна, не видела женщину беременную. Однажды документов нигде не могу найти. Да тут все беременные. Либо с детьми. Кто их знает? Понятно. Предупреждаю, штраф за перевозку ребенка без детского кресла будете оплачивать сами. Я не собираюсь. Что вы? Я понимаю. Я согласна. Да ладно. Что вы все о грустном-то? Кого родила? Девка или пацан? Ау, ты там заснула, что ли? Мальчик. Сын у меня. Имя не придумали? Остановите меня. Надо выйти. Как скажешь. Как скажешь. Кто у нас тут? Липкина? Я. Вот. Держите вашу ляльку. Моя крошка. А моего сына когда принесут? Как фамилия? Петрова. Петрова, Петрова. Что-то не припомню такого малыша на отделении? Подождите, как не припомню? Я же сегодня родила. Сына забрали, а мне сказали отдыхать. У меня мальчик, Лев. Да не переживайте вы так. Я сейчас в отделение схожу и все узнаю. Девушка, вы не переживайте, молоко пропадает. Сестричка права, ребенок не может никуда пропасть. Аня, Ань, ну наконец-то ты... Тсс, Тюрь. Антошку распутишь. Какую Антошку? Ты где его взяла? Мам, ну что ты как маленькая, в роду мне взяла. Нясь же мне его принес. Так, сейчас же отнеси чужого ребенка его родителям. А где Влад? Звонил? Из аэропорта. Сказал, что перезвонит, когда приземлится. Ты что, вообще с ума сошла, что ли? Ты хоть понимаешь, что это дело подсудное? Господи, что делать, мамагита? Господи. Ебогу, ты меня в гроб сведешь. Знаешь же прекрасно, что у матери сердце больное. Ой, какой маленький. Надо же. И уже один без мамки живешь. Прекрати чушь нести. У него есть мать. Это я. Глупая ты глупая. Ей-богу, он уже не понимает, что на чужом несчастье счастье не построишь. И дело-то подсудное. Не слушай бабушку, сыночек. Не слушай, она сама не понимает, что несет. Да? Скоро папочка наш приедет. Подарочки нам из Москвы привезет. Да? Хорошо. Хорошо. Где мой сын? Не волнуйтесь, пожалуйста, тут такое недоразумение. Ну, в общем, ваш сын пропал. Как пропал? Куда пропал? Мы проверили все камеры видеонаблюдения, его нигде нет. Не волнуйтесь. Как нет? Мы его найдем. Так найдем его. Найдите его! Найдите! Найдите! Первым, первым. Не переживай так. Приезжай скорее. Мы с сыном тебя очень ждем. Петрова Варвара Андреевна, мне нужно задать вам несколько вопросов. Где мой сын? Мы пытаемся это выяснить. Скажите, при каких обстоятельствах пропал ваш сын? Это вы мне скажите, при каких обстоятельствах пропал мой сын? Девушка, вы куда? У вас пропуск есть? Да что вы говорите? А детей у вас разрешено терять, значит, да? Да что ж такое, а? Варечка, Варя, Варя, ты не переживай, они его найдут. Простите, а вы кто будете? Это вы кто? Следователь? Вот и расследуете. А я сестра. Я сейчас допрашиваю вашу сестру. Моя сестра родила несколько часов назад. За ребенка должен отвечать медперсонал. Вот его и допрашивайте. А мать оставьте в покое. Ей вообще сейчас не до вас. Никто ничего не видел. Мы сейчас проверяем камеры наблюдения. Проверяйте, проверяйте. Отлично. А теперь возьми ребеночка повыше. О! Есть. Фотки Владу отправим, так будто с выписки. Я фон в фотошопе подделаю. Варя, прости, пробки. Давай. Давай. Тарас. Пойдем? Пойдем. Домой. Как это? Ваши завтра должны были выписывать. Ну я фотографа заказал. Машину с детским креслом. Ничего не нужно. Мы сами прекрасно справились. Приезжай скорее. Мы тебя очень ждем. Ладно, я уже в аэропорту. Скорого лета. Тетя Варя. Тетя Варя. Вот сюда, вот сюда. Пойдем. Ага. Тетя Варя. Привет. Красиво. Ну я же просила убрать всю эту мишуру. Прости, мам. Вежа. Ну мы найдем. Найдем. Я же даже не успела у него насмотреться. Ни одной фотографии. Найдем его обязательно. В интернете пишут, что если сразу не нашел, то все. Почти без шансов. Мишка. Мм. Надо распечатать объявление и расклеить везде. Замечательная мысль. Мы сейчас. Главное придумать, что написать. А дети нам помогут. Угу. Угу. Конечно. Пойдем. Угу. 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 Вот. Ну, привет, сын! Такой малыш! Такой кроха! Ну все, че-че-че. Что, по папке соскучился, да? Соскучился по папке. Разволновался так. Спасибо тебе. Замечательный у нас мальчик получился. Че-че-че-че. Мой сын. На тебя похож. Субтитры создавал DimaTorzok Вам удалось хоть что-нибудь узнать? Сейчас пытаемся установить личность похитительницы. В роддоме мы нашли накладной живот и сняли с него отпечатки. Но их нет в нашей базе. А свидетели? Опросили в первый же день. Известно, что ее подвозил мужчина. Описаний нет. Медсестра на приемке не запомнила их и не смогла описать. Был большой поток. Сволочь. Какая же она, сволочь? Искать очень трудно. Все младенцы выглядят одинаково. Так что пока проверяем родителей, у которых недавно пропал ребенок. Да еще дома малютки и всех, кто туда обращался последние месяцы. Но это огромная база данных. У вас у самой есть предположение, кто бы мог похитить вашего сына? Нет. Вы не указали фамилию отца? Я не знаю, кто отец. А даже если бы знал, то он бы все равно никогда не догадался с существованием этого ребенка. Ну, как скажете. Если еще что-то вспомните, звоните. Ребенка, скорее всего, украли для себя. И ему сейчас хотя бы ничего не угрожает. Поэтому будем продолжать поиски и надеяться на лучшее. Продолжим. СТАМОН Тише, тише, тише! Тише, тише, тише... Что ж тебе дерев на Ethy? Тише-тише. 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 Тише-тише-тише. Дай сюда. Дай сюда. Может, врача вызвать? Но это ненормально, что он так плачет. Ну давай еще подождем. А что, медсестра не приходила? Аня, позвони. Ну, хорошо, позвоню. Так, вот здесь написано, что нужно ребеночка класть, так, с животиком. У него животик болит, а так втепле будет. А? Так. Ого. Вот, 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 вот. Другое дело, да? Ого. Так. Ага. Рассказку хочешь? Ты им еще таблицу умножения протектуй. Так. Держите, ребята. Спасибо. Давайте. Распечатали листовки. Ребята помогут распространить. Распечатали листовки. Ребята помогут распространить. Распечатали листовки. Распечатали листовки. В полиции сказали, что пока нет информации. Сказали, что попытались сами. Лиза с Мишкой тоже в школу отнесли. Там и родители увидят. Я связался с телевидением. Скоро приедет съемочная группа. Нужно будет обращение записать. Ага. И его покажут по новостям. Может, все-таки Владу сообщить? Не надо. У него своих проблем хватает. Послушай, Варя, он ведь знает половину города. Может быть, имеет смысл? Ага. Я… Я сказала в полиции, что не знаю, кто отец. Ну, ладно. Ты чего? Что случилось? Степа, ты чего? Вы найдете моего братика? Конечно, найдем. Пойдем. Его братика… Нес аист. Вот, нес он себе, его нес, а потом заблудился. Сбился с курса. А мы этому аисту поможем найти дорогу домой. А на что похож аист? Аист. Ну, что похож аист? Вот, смотри, как выглядит. Вот. Интересно. Что? Тут написано, что мужчине нужно принять снотворное и мочегонное, чтобы почувствовать себя беременным. И вон, привязать себе мешок с гвоздями к животу. Прям, как ты мне описывала. Ну, так потому что это правда. Ага. А еще что про убегающие тапочки. Слушай, прям как ты мне пересказывала. Я думал, ты мне свои ощущения описываешь, а ты просто фактически пересказывала мне статью про какую-то беременную львицу. Потому что… Ладно. Это я писала эти статьи. Там все правда. А почему ты мне раньше не сказала? Ну, я сама сначала не думала, что получится. А потом решила… Вдруг ты будешь против? Все-таки это личную жизнь на показ выставлять. Значит, ты у меня львица? Очень хорошо написано. У тебя очень хорошо получается. Я держусь с тобой. Тебе нужно продолжать писать эту колонку. Да. Забери меня, Антошку. Он что-то совсем… Раскрасился. Я пока не решила, буду ли я продолжать. Помимо полиции, к поискам подключились и волонтеры. Однако, на текущий момент мальчик все еще не найден. Недавнее похищение новорожденного сына Варвары Петровой из перинатального центра сколыхнуло весь город. Подождите. Что там случилось? Поверьте детстве, ребенок мог быть украден бездетной женщиной или парой, которая в данный момент выдает ребенка за своего собственного. О дальнейшем в ходе расследования мы сообщим в следующем выпуске. Мне нужно срочно уехать. Завтра в нашем городе начинаются гастроли в Василийском государственном театре «Русской травмы». Друг театр… Мне нужно поговорить с Варей. Я видел новости. Варей сейчас не до вас. Я хочу помочь. Все. Все в порядке, Тарас. Привет. Привет. Мама, зачем ты его отпустила? А что я, по-моему, должна была грудью на абразуру кидаться? Он, как новости услышал, сразу побежал. Ребенка он весь город ищет. Ну и пусть ищут. Влад уверен, что Антошка его ребенок, да? Я все для этого сделала. Никто ничего не докажет. А документы у тебя есть? Свидетельство о рождении? Да. Тебе нужно было просто мне сказать. Просто сказать. Зачем? Я сама со всем справлюсь. Справилась? Я не понимаю, почему. В конце концов, я имею право знать. Я отец этого ребенка. Хорошо, что бы ты сделал? Ты бы... ты бы оставил свою семью. Ушел бы от жены, я не знаю, жил бы на два дома. Да я не знаю. Но придумали бы что-нибудь. Всегда есть решение. И ты его принял. Ты остался со своей женой. Ты бы никогда ее не бросил. Да, договорись. А вот эта вот твоя независимость московская, она до дури доходит. Ты сказала? А он что? Ушел? Ну так даже лучше. Справимся сами. Сейчас приедет телевидение. Да не переживайте вот так. Сейчас оформим вам свидетельство. Давайте выписку из роддома. Выписку? А я... Я дома рожала. Как это дома? Ну, так получилось. Какого числа были роды? В пятницу. Пятого. И вы только сейчас приходите за документами? Так, кто у вас там присутствовал? Кто может это подтвердить? Никого. Ну, мне сказали, что можно просто заявление. Нет, так нельзя. Вы должны прийти со свидетелями. И вообще это очень странно. Молодая девушка. Одна, дома. Извините. Как ваша фамилия? Я знаю, что многие из вас читали мою рубрику в журнале «Братцы кролики». Вместе мы ждали рождения моего малыша. Вместе мы выбирали ему имя. Сейчас мы занимаемся поиском нашего львенка. И каждая секунда дорога. Я буду благодарна каждому из вас за помощь. Помогите мне, пожалуйста. Спасибо. Да. Да, Влад, я… Мне не до выяснения сейчас. Что? Зачем? Смотри, я сам сделал. Мама, дядя Тараса учил Степку, и Степка захотел их сделать побольше. А для чего так много-то? Их надо на улице повесить, чтобы Айс с братиком нашел наш дом. Пойду Варе расскажу. У нее хоть настроение улучшится. Так. Ну, давайте-ка и я поучаствую. Вы почему разводите бюрократию? Почему отказываетесь выдать свидетельство на моего внука? Как фамилия? Так положено. И не кричите, пожалуйста. Это как это не кричать? Вы заставляете таскать малыша? Тут полно инфекций. Это ваш свидетель? Да, я свидетель. Я свидетель. Моя дочь рожала у меня на глазах. Вашей скорой никогда не дождешься. Хорошо. Пишите заявление. Привет. Зачем ты меня позвал? Сейчас все увидишь. Пойдем. Пойдем. Здесь у нас штаб волонтеров. Отсюда мы координируем по иске ребенка. Хорошо. Я вам перезвоню. Варвара Андреевна, здравствуйте. Мы все хотим вам помочь. Да. Спасибо. Сейчас волонтеры обходят ближайшие больницы и дома. Может кто-то гулял с ребенком или с собакой? Возьмите. Спасибо. Держи. Ага. Спасибо тебе, Влад. Да, она точно это знает. Ты что думала, я оставлю тебя одной? Так, а вот это… Спасибо. Старший Александр Соколов, мы вынуждены у вас проверить квартиру. Моя дочь потеряла ребенка. Оставьте нас в покое. Извините, но это наша работа. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, к вам в последнее время никто не обращался с просьбой об усыновлении младенца? Вы знаете, в нашем доме малютки очень много желающих усыновить детей. Анкет множество. Если что-то вспомню, я перезвоню. Восточная улица, дом 15. Коляска стоит на улице. Да, магазин. Родителей рядом нет. В коляске ребенок. Понял. Да, жду. В Ульяновске продолжают искать младенца из Чехнушева из перинатального центра в день своего рождения. Вот теперь все хорошо. Поисками новорожденного сына Варвары Петровой занимаются не только правоохранительные органы, но и штаб волонтеров, созданные ее друзьями и коллегами по работе. По всему городу расклеены обращения с просьбой открытия всех. Это Влад организовал. Нашла чем гордиться. Установлена круглосуточная горячая линия. Он ищет своего ребенка. Вы можете в любой момент связаться с теми, кто ищет маленького Льва Петрова. Как своего? Какого своего? Вот этого. Ты думаешь, почему Антошка так на Влада похожа? У них был роман с этой Варей. Господи, девочка моя, ты что? Ты все время это знала? Он же не просто так разводиться собрался. И ребенок у нее от Влада. И ты все это знала? Знала. Но простила, потому что он же выбрал меня. Это судьба, мам. Это судьба. Она хотела украсть мою семью, а вместо этого ее ребенок у меня. Аня, ты сошла с ума. Ты хоть понимаешь, что тебя посадят? Это же все выяснится, Аня. А ищет и успокоится. Ребенка у нее нет. Удержать Влада ей нечем. Влад вернется, и мы будем жить долго и счастливо. И ребеночек вырастет похожим на него. И Влад никогда ничего не узнает. Господи. Ну что, нашли? Возможно, сейчас проверяет. Проверьте, пожалуйста, еще раз в этом время. Ну, слушай, надо ехать. Может быть, это он. Подожди. Понял, отбой. Мать нашли, была в магазине. Что ж ты за мать такая, которая бросает ребенка посреди улицы? Так все, я не могу, я поехала. Подожди. Я все понимаю. Но сходить с ума не нужно. Тебе нужны силы. Мы все здесь стараемся. Хорошо, Влад, если ты можешь еще чем-нибудь помочь, приезжай, пожалуйста, в полицию. Я не сказала, кто отец. Дай анализ на ДНК. Завтра можешь? Да, конечно. Подожди. Как ты его назвала? Лева. Спасибо вам. Вы ведь не обязаны все это переделать. Ну, а чего же? Мне приятно вам помогать. И я вам нужен. А еще дети вокруг. Я очень скучал по этому ощущению. Ну, вы еще устанете от нас. Не думаю. Привет. Папа пришел. Ты не помнишь, когда я тебя в роддом привез? Ну, когда ты поступала? Ты ничего странного не заметила? Ну, знаешь, мне как-то не до того было. Я, между прочим, ребенка рожала. Извини. Черт, я устал так. И ты поменьше чужих детей искал. А ты забыдешь, как твой выглядит. Ну, Ларе, горе. Я хочу помочь. Чи-чи-чи-чи-чи. А мне ты помочь не хочешь? А? Я, между прочим, не помню, когда я последний раз нормально спала. Может быть, ты уже начнёшь своей семье помогать? Ну, хорошо, хорошо. Что ты хочешь? Чтоб я с ним посидел? Да. Я, между прочим, одна вокруг него сегодня скакала. Целый день. А теперь твоя очередь. Давай. Я пошла спать. А теперь твоя очередь. Субтитры создавал DimaTorzok Отец, ребёнка придёт? Нет, не придёт. А скажите, моего результата будет достаточно? Да, вполне. Держитесь. Удачи вам. Спасибо. Сейчас мы работаем над ещё одной версией. Если вашего ребёнка украли для себя, то обязательно попытаются получить свидетельство о рождении. Это возможно? Да, конечно. Как при домашних родах. Четыре женщины обратились за документами, так что уже отправили наряд проверять. Алло, ну где ты? Прости, всю ночь с ребёнком проводился, заснули только под утро. Так что я проспал. Ясно. Мои куда-то пропали, и малыш на мне. Сейчас кого-нибудь вызваю на замену и приеду. Да ты знаешь, не надо. Сказали, моего результата хватит. Давай, пока. Оставьте в покое моего мужа. У нас недавно ребёнок родился. Вы что, решили разрушить мою семью? Простите, я не собиралась ничего разрушать. У меня и своих проблем хватает. Вы уже сказали Владу, что это его ребёнок, да? Да. А вы вообще... Он мне всё рассказывает. У нас полное доверие, взаимопонимание и любовь. Вы знаете, я поздравляю вас. Вы простите, но у меня правда пора. Если ты не перестанешь звонить Владу, Аня заберёт ребёнка и уйдёт от него. Да, уйдёт. А Влад всех своих детей потеряет. И виноватым будешь ты. Поняла? Я поняла. Мне правда пора. А ребёнка ты своего никогда не найдёшь. Это тебе наказание за то, что ты чужнина. И семью разрушила. Ты поняла, дрянь? Вот прямо сейчас мы перебрасываем вот эту группу на таксопарке. И ещё одна группа заканчивает территорию вокруг роддома. Да, продолжайте. Запишитесь, Зинаида. Прости ещё раз, что я не смог прийти в полицию. Так получилось. Варя, ну ты чего? Ну, надо меня трогать, пожалуйста. Почему? Просто отстань от меня. Да что случилось? Что случилось? У меня сын пропал. У меня пропал сын. Тебе этого мало? Варя! Варя, ну подожди! Ладно. Оставили бы мы сейчас Варю в покое. Мне всё-таки не до вас. Не видно, Розы? Хорошо. Спасибо. Тише, тише, Антошка, тише. Проснулся. Сейчас я тебя накормлю, маленький мой. Да возьмите вы его на руки. Ну, не видите, что ли плачет? Да, она знает, а потом не знает, что ты... Тихо, тихо, тихо. Сейчас я тебя накормлю, ищу. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Добрый день. Старший лейтенант Соколов. Угу. А скажите, ваши соседи никуда не уезжают? А, не должны были. У них ребенок недавно родился. А когда они обычно дома бывают? Ну, муж часто в командировках. Работает допоздна. А жена должна быть дома, с ребенком. Может, вышла куда-то? Хорошо, спасибо. Хорошего дня. Спасибо и вам. Пойдемте второй адрес. Пойдем проверим. Мы потом сюда вернемся. Барбара, можно вас на минутку? Что-то мне не нравится, Влад. Какой-то нервный, дерганный. Куда-то все время убегает. Что скажете? Мне уже все равно. За помощь ему спасибо. Остальное не важно. Ты уже в полицию не говорили, кто отец ребенка? Просто обычно подобные похищения совершаются родственниками. Биологическими родителями. Когда Лева появился на свет, Влад даже не знал его существования. Так что это не может быть. Конечно, я знал. Ему было бы весьма удобно. Он был бы в курсе поисков. Тарас, спасибо вам, что вы беспокоитесь. Но мне кажется, вы немного перегибаете палку. Влад, он, конечно, может быть, не очень хороший человек, но не настолько. Смотрите, простите, еще раз вмешаюсь не в свое дело, но езжали бы вы домой, Варвара Андреевна. Вы устали, вы взволнованы. Здесь от вас объективно никакой пользы нет. Так сидите и дергайтесь от каждого звонка. Езжайте. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Девушка, вам помочь? Да. Тихо, тихо, тихо. Давайте. Давайте. Тихо, тихо, тихо. – Ага, спасибо. – Да не за что. Мама, там полиция в наш подъезд. Я с ребенком гуляла. Что делось? Тебе говорила, будут искать, и кошелек пропал ребенок. Я домой не вернусь ни за что. Как они нас нашли? Как они нас нашли? Мама, ну что делать? Ну что ты молтишь? Так, тебе надо уехать на время. Поедешь к тете Тася в Казань. Я ей позвоню. – Тетя Тася? – Да. А что я ей скажу? Скажешь, что муж ревнивый, буйный. Не веришь, что ребенок эти его. Она поверит. Тебе надо немного отсидеться. А Влад? А Владу я скажу, что ты уехала. Из-за этой Варе. Любовница. Да сам виноват. И что вернешься ты только тогда, когда он с ней окончательно расстанется. А она уйдет. Я знаю, что многие из вас читали мою рубрику в журнале «Братцы кролики». Вместе мы ждали рождения моего малыша. Мне нужно кое-что проверить. Тарас, на телефоне. Все хорошо. Где же моя красотулечка? – Добрый день. – Здравствуйте. Сержант Скворцов, мы разыскиваем похищенного ребенка. Могу я ваши документы увидеть? Да. Да, конечно. Пожалуйста. В каком роддоме рожали? Третьего интернационала. Благодарю. Ой, подождите. Тут была одна женщина. Я когда беременная была, она… Ну, она хотела купить моего ребенка. А я тогда аборт хотела сделать. Ну, в общем, дура была. Мы тогда еще с парнем поругались. А давно дело-то было? Давно. Она еще тогда с накладным животом ходила. Так, а может быть вы ее фамилию знаете? Номер остался? Фамилию не знаю. Знаю только, зовут Аня. А номер… номер… Вот, пожалуйста. Ну, хорошо, давай. Давай быстренько в лабораторию. Здравствуйте. Добрый день. Вы меня не помните? Мы тридцатого числа с женой к вам приходили. Можете посмотреть, она рожала в этот день или нет? Вы ей муж? Да. И вы не знаете, рожала ваша жена или нет? Ну, нет. Ну, хорошо, давайте паспорт. Сейчас. Подождите, у нас… У нас жена и разные фамилии. Святославская. Ну, хорошо. Она у меня поэтесса. Странно. Полиция тоже интересовалась этими списками? Нет. Святославская в этот день не рожала. А на следующий день? Анна Святославская вообще не рожала в нашем центре. Понятно. Можно паспорт? Паспорт, пожалуйста. Влад. Не прикасайся, пожалуйста. Почему? Мне неприятно. Влад, у тебя самолет. Уезжай уже, пожалуйста. Вас же завтра должны были выписывать. Ничего не нужно, мы сами прекрасно справились. Приезжай скорее, мы тебя очень ждем. Это я писала эти статьи. Там все правда. Теперь мне все понятно. Я знаю, что Варвара Андреевна со мной не согласна. Но все-таки считаю, что надо проверить биологического отца ребенка. Она отказалась предоставить данные о нем. Это Влад Семенов. Разрешите? Я проверил женщину, которая хотела купить ребенка. Святославская Анна. Понятно. Святославская. Она есть в списке тех женщин, которые якобы рожали дома. Их сейчас проверяют. Проверили ее? А ее как раз не застали дома. Поедут еще раз. Пусть едут немедленно. Так, постойте. Святославская Анна. Вы ее знаете? Ну, лично нет. Но, по-моему, издать себе был конкурс на самую красивую беременность. Она в нем участвовала. Заняла первое место. Не думаю, что эта информация нам сейчас поможет. Она сфотографировалась вместе со своим мужем. С Владом Семеном. То есть, у него с женой разные фамилии. Немедленно проверить, на кого зарегистрирована квартира. Есть. Надо позвонить Барбаре Андреевне и предупредить ее. Да, предупредить. Только пусть пока она ничего не сообщает этому Владу. Если это они, мы можем их спугнуть. Увезут ребенка из города. Ищи его потом. Варвара Андреевна, есть кое-какие новости. Только вы не волнуйтесь. Хорошо. Спасибо. Они говорят, это Влад. Как? Влад зачем? Он хотел помочь. Я сразу в это не поверила. Потому что ты его любишь. Господи, какая я дура, Даша. Дура просто. Знаешь чего? Я туда поеду. Я просто хочу посмотреть ему в глаза. Я поеду с тобой. Не надо. Пожалуйста, это наше с ним дело. И ты, ты знаешь чего, ты езжай в штаб. Если будут какие-то новости, то просто ты мне звони. Аня. Аня. Аня, вы тут? Аня. Семенов Владислав Сергеевич. Вы задержаны. Обыскать квартиру. Со что? Вы обвиняетесь в похищении ребенка Петровой Варвары Андреевны. Ребенка в квартире нет. Вот, нашел под матрасом кроватки. Петрова Варвара Андреевна. Мальчик. Ребенок у моей жены. Ее нужно найти. Найдем. Где он? Вы нашли его? Ребенка в квартире нет. Я тебя спрашиваю, где он? Куда ты его делал? Варя, клянусь тебе, я ничего не знал. Я только сейчас все понял. Варвара Андреевна, успокойтесь. Идите домой и ждите. Я не могу домой. У меня ребенок пропал, вы это понимаете? Я должна быть в курсе всех событий, иначе с ума зайду. Хорошо, мы вам позвоним. Я буду в штабе волонтеров. Хорошо. Внимание всем постам! Женщина на вид около тридцати лет. Стройная, темно-русая. Особых примет нет. С собой новорожденный ребенок мужского пола. Она может быть на машине. Номер машины. К-691-Е-У. Передай. Общий план перехват. На машине это плохо. Аэропорт и вокзалы проверим. А на выезды из города, боюсь, людей не хватит. Послушайте, если она еще в городе, я знаю, где она может быть. Это недалеко отсюда. Давайте проверим. Хорошо. Поехали, проверим. Я вас еще раз спрашиваю, где ваша дочь? Куда вы дели ребенка? Я ничего не знаю Товарищ капитан, нашли на кухне Сердце Сердце Вызывай скорую, женщине плохо Алло, скорая? Тут женщине плохо Что, Жаня, там так долго-то, а? Анины машины я не вижу Позвоните, узнайте, что там с ребенком, там он или нет А скорая зачем? Ну что, их нашли? Что с ребенком? Женщине стало плохо, теща ваша, да? А ребенок? Ребенка там нет, мы не успели, они уехали Дурак Пойдем Какой же я дурак, он все время был рядом со мной, а я не понял ничего Давай, Паша Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok Потерпи, потерпи, мой маленький Все будет хорошо Обязательно успеем Понял Ага, продолжаем Конец связи Аэропорты и вокзалы проверили Выезды контролируем Похожую машину никто не видел Если только она проскочила раньше Может, ее спугнули? Кто ж теперь знает Мне только что Лиза позвонила У них там что-то случилось Мне срочно нужно туда Что такое? Я сама не поняла Так, поехали Давайте, я с вами На связи Ага Лиза, что случилось? Ты меня до смерти напугала Мам, тише, тише Малыш спит Какой малыш? Теть Варя, идите в дальнюю комнату Вас там ждут Давайте, давайте Малыш спит Малыш спит Малыш спит Тише Тише Ребенок Маленький Не волнуйтесь Это ваш сын Нашелся Он теперь всегда будет с вами Нашелся Маленький Я просто Владу удержать пыталась. Все так запуталось. Очень страшно было остаться одной без него. Маленький нашелся. Я, наверное, просто сошла с ума. Будьте счастливы, если сможете. Маленький, привет. 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 Святославская Анна Владимировна, вы арестованы. Я знаю, я готова. Все нормально. Что с ребенком? Где он? Он ничего не знал. Он не был моим соучастником. Пустите его увидеть сына. Он с мамой. Прости меня, Влад. Подождите. Я люблю Варю. Всегда ее любил. Боялся тебя в этом признаться. Трусил. Откладывал разговоры, делал вид, что все по-прежнему. Надо было сразу тебе признаться и уйти. Тогда бы ничего этого не случилось. Мы с тобой запутались во вранье. И вот результат. Если между людьми нет доверия, их любовь обречена. Иди к сыну, Влад. Прощай. Поехали. Тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо. Никому не отдам. Маленький. Маленький хорошимый. Никому не отдам. Варя, к вам с Левой там кое-кто пришел. А. Варенья. Я… Наш сын. Леонок. На тебя похож. Маленький… Можно я? Маленький, какой острый. Братик, братик нашелся. Ну, все уже позади. Теперь все будет хорошо. Все, 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 все. Маленький… Тихо, 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 тихо. Все хорошо. Маленький… Ну, вот и шарики пригодились. Как же быстро время идет. Только родила, а месяц уже прошел. Так обычно и бывает. Не успеешь оглянуться, уже в школу пойду. А первый комбинезончик. Уже мало. Вы не забудьте салфетки, ладно, ребятки? Хорошо. К комбинезон, мы, кажется, знаем, куда пристроить. Да, Дашка? Кто-то хотел четвертого? Да ну тебя! Ой, а кого это принесло? Привет. Здрасьте. Здрасьте. Спасибо. Ну, что? Ну, вот он. Левенок. Ну, здравствуй, сын. Левенок. А Варик, это молодец. Думаешь, простит его? Ну, поживем, увидим. Ребенок уже нужен отец. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok